Не ждите меня на работе Натуре, 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 натуре Смотрите все это в натуре Я буду весь день на футболе На лавке и даже на поле И в ливень и в снежную бурю Вообще погоду любую Меня бы отыщите тут же Гоняющий круглый пауз Натуре, натуре, натуре Я буду сегодня на туре Натуре, натуре, натуре Смотрите все это в натуре Что можно? Миша, вижу по уровню Нормально Куда, мисс, смотри, в какую камеру? Вот это общее Все, можно? Добрый вечер, дорогие друзья В эфире передача Натуре И в студии я, Михаил Меркулов Справа от меня Дмитрий Иршов Слева Максим Киселев Мои коллеги-партнеры По футбольному любительскому цеху И сегодня у нас заключительная передача В 2017 году В котором мы поговорим Естественно, обо всех лигах Подведем некоторые итоги Где-то поговорим, где-то поспорим Ну и, соответственно, послушаем наших гостей Которых сегодня будет аж целых два Ребят, я вас приветствую Здравствуйте, дорогие телезрители Здравствуй, Михаил Даня, так вот, невиданную щедрость Добрый вечер, сегодня нас трое И мы постараемся все максимально Интересно осветить Ну, наверное, по нашей уже такой Сложившейся традиции Начнем мы с Западной премьер-лиги Да, мы наметили некий план Вот три недели, которые были Запомнились в первую очередь Чем, друзья, да, наверное Это двумя супер-противостояниями Наших лидеров Гегемонов, можно сказать Западной премьер-лиги Это Мега Титана и ФКСП Вот два матча с длиной В неделю были Вот у нас И, соответственно, вот первый из них Ну, друзья, вот поле, да, в первую очередь Наверное, выделяется Слишком скользкое и зимнее поле Доказалось, что такая будет Сквозь призму зимы Будем, наверное, смотреть за этими матчами Зимнее поле, это всегда такая веселая история Раньше говорили, что да Нам из-за поля тяжело играть Сейчас уже пришла такая, скажем, на смену Другая формулировка, что условия равны Но соперник приспособился быстрее Вот, ну, мне кажется, если честно Здесь уже это зависит не от поля, да От именно футболистов От, возможно, какой-то игровой модели Насколько быстро те или иные приспособятся именно к газону Ну, судя по итоговому результату Забыгая вперед, надо сказать, что приспособился больше Мега Титан Хотя, опять же, да И Александр Галевец, главный тренер Мега Титана Пытался как-то удивить Теми иными ходами тренерскими Как вы думаете, удалось этот первый гол Артема Клюева в этом матче? Да, Артем Клюев не вышел в стартовом составе Да, немножко где-то задержался В итоге в стартовый протокол не попал Но вышел на замену и открыл счет Но вот видим тут же Тринитадский сравнивает Вот так получилось, что вообще два быстрых гола команды забили быстро Обменялись голами и, собственно, матч продолжился Да, вот 1-1 Опять же, да, два коллектива Да, наверное, в первую очередь в первом матче Результат был, давлел, наверное, на Мега Титан больше Согласны? У ФКСП была ошибка Была возможность ошибиться Право на ошибку? Ну да И они ее воспользовались? Да, безусловно, воспользовались Вот что касается тактики То твой вопрос здесь прекрасен Просто Сергей Кутузов Продавил он никого-нибудь Михаила Ефимова Вот, Дим, да-да, говори, пожалуйста Потом мы про Ефимова, кстати, расскажем По поводу тактики То мне кажется, что, наверное, и раньше Мы, возможно, увидели бы Мега Титан В таком сочетании Уж перехитрил, не перехитрил ли Лунина Ну, наверное, да В каком-то плане Действительно и тактическая победа Это можно назвать Но мне кажется, что есть некоторые сейчас Сложности с составом Потому что, ну, немножко непривычно Выйдить Александра Куксова На фланге, закрывающему всю бровку Мне кажется, это связано В какой-то степени с травмой того же Ланцова Может быть Который как раз и должен То есть, другим немножко игроки Должны вот занимать эти позиции Не, поскорее, пожалуйста Проблем с составом В виде одного Ланцова? Я не говорил, что проблемы какие-то с составом Я говорю, что Сейчас эта схема, наверное, она не до конца будет функционировать В том виде, в котором ее видел, может быть, Глевец Почему? Из-за Ланцова? В том числе из-за Ланцова, да А почему? Только потому, что Куксов Ну, не знаю, сейчас он с капитанской повязкой Может быть, это... Ну, опять же-таки, мы здесь делимся своими мнениями Да, мы на такую истину не претендуем Но мне кажется, что Куксов Это не настолько игрок от бровки, да Который должен закрывать именно вот Эту, ну, так скажем, эту границу Да Мне кажется, что все-таки Куксову Куксову очень много преимущества было бы Которое можно было бы использовать в центре поля Интересные... Ну, скажем так, в центральной оси Ну, в общем-то, где он долгое время-то и играл Да, он может на фланге, конечно, сыграть Да, на флаге может сыграть Но вот центральная ось Да, центральный защитник Или же, может быть, в опорной зоне Ну, мне так это видится, да Я художник, я так вижу Я почему спросил, Дима, да Уточнил тебя, да Про состав игра Потому что он вызывается на игры Вот такой Глез говорит, мне не надо больше Вот в чем дело, Саша Не, ну... Понимаешь, что... Только Ланцов добавить И больше никого не будет Травмирован Ланцов Да, да Согласен Ты со мной согласишься, что Ланцов больше бровочник, нежели Куксов? Я с тобой согласен Ну, вот о том и речь То есть, получается, вопрос в одной позиции И из-за этого не до конца может функционировать она Правильно? Понимаю? Ну, а так оно и есть Так, наверное, всегда было И ты прекрасно знаешь По выступлениям за Барс Что убери одного человека Не найди вовремя ему замену Причем человек должен не только быть Хорошим футболистом С хорошей техникой, тактикой С головой Но при этом он еще должен быть Готов к тому футболу Который играет все, кроме него То есть вся команда В то же время есть Скобляков Да, есть Сурков Люди, которые могут закрывать бровку В принципе И вот С этим сочетанием, которое есть Можно, наверное, использовать ту тактику Которую использует Мега Титан И при этом Куксова ставить в середину Ты бы так сделал? Возможно Возможно, возможно Но Скоблякову тоже нужно понимать Что Даже при его возрасте При том, как он бегает Сколько сил отдает на поле Не каждый футболист И в Грубо говоря В более игровом возрасте Может Выполнять такой объем работы Но все равно весь матч Закрывать целую бровку Я думаю, что Скобляков не сможет Ну не сможет Я согласен Но Начиная с статом в составе Он вполне способен Да И Судя по Кстати говоря Да Судя по Валере Лихобабенко Да Проведя с ним его кубок много лет Мне кажется, что Сергей Скобляков Вполне готов Закрыть все 60 минут Смотришь И ощущаешь Но такое ощущение складывается Я согласен Конечно, это все зависит от матча Да То есть В таких вот энергозатратных матчах Когда нужно действительно Как челнок работать Это одно дело А если Тебе можно где-то Позволить себе передохнуть Да Какую-то паузу сделать Ну все футболисты В общем-то Прекрасно понимают Да Что есть в матчах Определенные моменты Когда не обязательно Тратить силы А наоборот Их нужно накапливать Скажите мне Друзья Все-таки Что повлияло В первую очередь Результат матча На что Повлияло Что повлияло Вот На окончательный результат В матче В первом матче Скользкое поле Что Которое не позволило ФК-СП Да Сыграть свою силу Допустим Да Или же Мегатитан Который Первый приспособился К поле Или например Тактически Переиграл Ну возможно И тактически Мне понравилось То как Мегатитан Действовал Но еще бы Я здесь Мегатитан здорово Отработал в обороне И в том числе Здесь поле Помогло Потому что Мы Часто это говорим При зимнем поле Легче обороняться Это да Это да Но мне понравилось Как Мегатитан Играл в атаке То есть Большая там роль Конечно И большая заслуга Кутузова Потому что Второй гол Это индивидуальное мастерство Это Именно вот Другой Другой Вполне вероятно Не смог бы Реализовать этот момент А третий гол При этом Это уже Плод командных усилий То есть Я думаю Что здесь Где-то и тактически Где-то Может быть И поле Действительно Мегатитану помогло Мне кажется Что Быстрее Приноровился Мегатитан К тем тяжелым условиям В которые пришлось проводить Эту важнейшую игру То есть Понятно Что Все говорят о том Что условия равны Для обеих команд Но в то же время Мы понимаем Что Координация Резкость Да Вот эти вот факторы Которые присутствуют У футболистов Они Конечно же В этих погодных условиях Они сказываются И мне кажется Что Мегатитан Как-то быстрее Переключился Вот на такую погоду И вот В том моменте Когда забивал Кутузов Да Вот свой первый мяч Мне кажется Такое ощущение Что Ефимов Там чуть поскользнулся И за счет этого Он смог развернуть И где-то продавить А потом Когда Крупадер Вот Когда второй мяч Забивался Он собрал на себя Там Скользящих Защитников КСП Там и защитники И полузащитники Мне кажется На этом поле Выглядел бы шикарно Вообще Ну Боюсь Что в этом матче Движения были Такие хорошие Вряд ли бы Смог бы такое показать Но Крупадер Там по факту Собрал Пятерых Пятерых Они скользили Васильев упал А Крупадер не упал И в этом моменте Здорово был Сыгран Действительно При третьем Забитом мяче Который собственно Снял все вопросы Победитель Все опять же Решилось во втором тайме То есть Все было До последнего На тоненького Что называется Ну Первой Скажем Серия Завершилась Победа Мега Титана Вроде как Мы подумали О том Что вот она Интрига Что вот будет Интересный у нас Чемпионат Но Предстояла еще Вторая Дубль 2 Второй эпизод И вот сейчас Он на наших Экране Как будто в другом сезоне Да В другом сезоне Посмотрите уже Единственное только Гетро Бычкова Нам показывает Что все То же самое Посмотрите какое Шикарное поле Да Вот здесь уже Конечно плюс Для ФКСП Здесь уже можно было бы Сыграть И свой излюбленный футбол Это раз Ну и потом Я видел прекрасно Что ФКСП После первого матча Не выходил Минут 10 С Из раздевалки Видимо Было Какой-то серьезный разговор И он был Да Такой не очень Лицеприятный Который За неделю Команды Игроки могли Обмыслить Обдумать И соответственно Выйти С другим настроем Плюс Некоторые кадровые решения Были приняты Да Перед этим матчем И в частности Михаил Ефимов Которого продавил В том моменте Кутузов На эту игру Не вышел вовсе Владимир Читая Сейчас забивает Голос И бывшей команде Подкарауливал Здесь А сколько Ну сложно Здесь кого-то обвинять Единственное Что Наверное Оголилась зона Которой воспользовался ФКСП И между прочим Зона оголилась За чего Максим Мы с тобой это обсуждали Да Дима Ты согласишься Что Как раз В два нападающих Вышел играть Мегатитан Да Ну мне Мы общались С Игорем Кротковым Вот по поводу Так скажем Некоторых усилений Которые Претерпела его команда И Мне Честно Ну то есть 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 клуб Да Есть руководители Есть Мы не видим Полную картину Я к тому что Да Но вот то что мы Там вот эти 60 минут Можем наблюдать Да И делать из них Какие-то выводы Вот Ну Мне это действительно Странно кажется Ну Пожалуй Я здесь С тобой Соглашусь Но я общался Перед игрой С Александром Голевцом И он мне В принципе Подробно Объяснил Да Почему действует Будет в два Нападающих Кутузов По-хорошему Должен был играть С Ефимовым Которого нету Да И я Честно говоря Я прочувствовал Что Ефимовым Могут заменить Убрать И вот Я почему Такой вывод С космосом На следующий день В КСП играл Без Ефимова В старте Вот Это раз И Соответственно Ефимов Должен Кутузов Должен С Ефимовым Уходить А Крупадер Врываться В эту зону Вот Но Опять же Даже Если Сейчас Взять Я не хочу Никого Но Врываться И Крупадер Это вот Тот футболист Который Заполнять Заполнять Ту зону Да Вот кстати Говоря Да Вот О чем Я и говорил Максим Да Мы с тобой Говорили Что Под Кутузову Ножен Нападающий Быстро Юркий Маленький Который Будет Как раз Туда Врываться Мне кажется Там Вот С таким Нападающим Было бы Полегче Да При условии Что оба На поле Ну конечно Да Один Фактурный Второй Взрывной И с хорошей Скоростью Какой-то Такой Маленький У ФКСП Была Еще одна Важная Замена Помимо Ефимова Это Чайкин Не оказалось Ворот Чайкин Да Казалось бы Вот Незаменимый Но Оказывается Нет Красевич На его месте Выступает В столь Важном матче И здорово Выступает Да Неоднократно Выручил В этой игре Ну смотрите Давайте Посмотрим Все-таки За забитым Мечом Ну как Попал Здесь Бирюков А как Принял А как Принял Да Но это Тут Все Совокупность Конечно Тут Не подобраться Никому Здесь Чисто Исполнительное Мастерство Да И не сказать Как-то Сыграли плохо Значит Нет Тут Претензии Вообще Сложно Кому-то И вот Еще один Гол Да Но здесь Тоже Конечно Устину Отразить Пуш На такую Выстрел Ну нереально Да И 3-1 И все Это уже Добавлено Время Идет По сути Игра Сделана Вот Что касается Тактики И ПКСП И нападающих Мне очень понравилось Тренерское решение По-моему С космосом Команда играла И Поведя Там В один Или в два Меча По-моему В два Меча Обеспечивается Такой Более-менее Комфортный Задел На замену Отправляется Кто бы подумал Владимир Читай И меняет его Не Фаустов А меняет его Аванесян И то есть Получается Что Совершенно Осознанно ПКСП Отдает инициативу Ну как бы Отдает инициативу А впереди Быстрый Аванесян Который На одинаковом Отрезке Ну мне кажется Фору может давать Людям Просто Что делает Аванесян Он Дважды Проникает За спиной Защитником И дважды Просто Забивает Галу Ну Это вот Протреническую мысль Тем более что Прикос Космос Сыграет в два Защитника И это конечно же Треническим штабом Учитывалось Что Аванесян За счет своей скорости Сможет ворваться Где-то И что Вот этого Третьего защитника В данном случае Космоту Может не хватить Что и получилось По большому счету Я бы еще Работу Михаила Луния Отметил В тем что Поставил Последнего Бычкова Играть И против Кутузова Честно Я понял Что такой свободы Как будет Ефимов У Кутузова Не было Это я Прямо Вот Когда я Предостерег Я говорю Галюция А если не будет Ефимова Как будет Командовать Ну ничего страшного Но Когда там Бычков Я понял Что Скорее всего План провалится И он провалился Вот Мне кажется Не будет там Бычкова Я думаю Что У Кутузова Были бы Гораздо больше Моментов А вот К сожалению Не получилось Согласны Вполне вероятно Хотя Опять же Будем возвращаться Наверное И к скользкому газону И к тому что Ну тоже Да Невероятно Что Кутузов Так легко Ну во всяком случае Легко бы Так точно Не ушел Скорее всего Ну Как-то Вот По той игре Да Сложно было Ефимов С Кутузом Хотя Опять Дадим Есть и Какие-то Факторы Которые Влияли Но Вот Все-таки С Бычковым Да Человек Который Сейчас В прекрасной Форме Играет За Санкт-Петербургское Динамо Да Первой лиги В основе Ну это Конечно Это Зенит Обыгрывал Совершенно По-другому Себя чувствует Команда И Играть И это Очевидно Вот Опять же Да Вот После матча Вы знаете Да Разгорелся Такой Небольшой Были небольшие Претензии К судейству Да И это На самом деле Понятно Но ребят Согласитесь Да И после первого матча И после второго И у тех У других Были Проигравших Были претензии Сейчас Руководство ФКСП Да В начале В начале Первом матча Да Был записан Протоколь Да Что там Были какие-то Высказывания В адресе Ну там Что-то Очень Дисквалифицировали Да Руководство ФКСП Насколько я знаю Вот Это раз Да То есть Момент был Предшествовал Третьему голу Да Вот Соответственно Было недовольство ФКСП Проиграл Да Это естественно Следующий матч Уже Мегатитан Да Проигрывает И уже Претензии Со стороны Проигравшей Стороны В принципе Да По моментам Вот ребят Что вы думаете По этому поводу Ну На мой взгляд Уже сказали Что в матчах Такого накала Да Такой значимости Иначе и быть Не могло Понятно Что проигрывающая команда Она будет За каждый спорный момент Цепляться И говорить о том Что именно Вот эти вот Малейшие эпизоды Повлияли В итоге На ситуацию По счету И по результату Это понятно Но Опять же С моей точки зрения Каких-то Серьезных Нареканий Судейство Не вызвало Ни в одном Ни в другом матче Не было Каких-то решений Которые могли Повлиять на результат И даже Какие-то ошибки Мне честно говоря Не припоминаются То есть Здесь я бы это Объяснил Понятно Эмоциями Да И вот этим Накалом Который присутствовал И так Наверное В футболе И должно быть Что Не может быть Спартак Играя с ЦСКА ЦСКА проигрывает И конечно же Они будут чем-то Недоволены В том числе И вот этими Судейскими решениями Дим Твое Ни-ни Ну Мне честно говоря Не знаю Я вот смотрел матчи И О судействии Я не думал Я вот так скажу Ну И у меня нет Никакого Сложившегося впечатления Самое главное похвала Да Для арбитра Что он не заметен Ну Я не знаю У меня не сложилось Какое-то впечатление Что Здесь Судейские Какие-то решения Правильные Неправильные Привели к тому Что матчи закончились Таким счетом Вот так вот Хорошо Давайте подведем Итоги Этого Противостояния Да К сожалению Оно было в декабре Вот Да Если бы оно было в октябре Хотя по второму матчу Не скажешь Что оно было Ну да Да Удался Этот матч Которого мы так долго ждали Ну Мне на самом деле Не очень понравилось То что они шли подряд То есть Ну Мы как-то ждали Полсезона Да Этот матч А получили сразу Их два Причем С зеркальным результатом То есть Никаких Ни на какие серьезные Вопросы Они не ответили Эти два матча То есть Ну Немножечко В этом плане Да Грустно А так Ну да Вполне оправдали Футбол высокого уровня Очень хорошая борьба Очень хороший настрой Команды принимают Мегатитан выровнял Как-то ситуацию И до конца Вот эту интригу Продолжал Мне бы вот хотелось Чтобы до последнего Тура Интрига Висела в воздухе Ну В принципе Сезон Длинный Да Будем говорить мы Но Вот И вторая победа ФКСП Да Она конечно Так притупила Наше Вот это Обостренное чувство Интриги Тем более победа Еще на следующий день Да Да На следующий день Со счетом 3-1 И Мы об этом еще скажем Вот Вернула Вот это Статус-кво И Семи очков И А3 Собственно говоря Ну и собственно Вот Остались в нуле Да что называется Не там и не сям Вроде бы И Не очень расстроиться Не очень порадоваться Можем Да как-то вот Все при своих остались Да Ну посмотрим Посмотрим Что будет весной Весной начнется Лига чемпионов Лига чемпионов Уже на вылет В плывок Здесь уже Придется как-то Распределять свои силы Думать где-то И Наверное Как раз и будут Все решающие матчи Сыграны Хотя опять же Такие Вот Даже до двух Матчей С Мега Титаном Ну ФКСП Вот я уже говорил В передаче Выглядит машиной Машина Которая Действительно Может как Бульдозер Проехаться И Согласен И Ни на что Не обращая внимания При этом Даже если Ну я К чему это говорю К тому что Если бы даже Уступили бы Два матча Мега Титану Ну По большому счету Ничего бы не случилось Страшного Да Там может быть Уже какие-то нервы Там оголились бы Еще что-то Но Ну не было бы Проблема ФКСП пройти чисто Вторую часть Ну по сути Дим правда говорит Потому что Было бы два матча Сыграно С Мега Титаном Да И еще очко Одно везли бы Да То есть по сути Обыгрываю всех Да И Вот чемпионство В любом случае Все в руках ФКСП А Мега Титан Да Мне кажется Скамейка Не самая длинная Она все равно Где-то Мега Титан Могу потерять очки Плюс лига чемпионов Да Все весной Слушай Я с тобой согласен ФКСП сейчас Действительно Как машина Смотрится Но такая знаешь Вот Прет как так Вообще Да Вот просто По прямой И все Надо не надо Без эмоций Знаешь так Обыграли и все Даже Да Но Александр Голевец Говорит что Он знает что делает И что тех игроков Тех футболистов Которые Есть его в распоряжении Ему достаточно Да Чтобы эти задачи Выполнять Ну На данный момент Разрыв большой Но в очном противостоянии Сыграли Впад Забили рыбу Ну как говорится Да На том И остались Ну что ж Мы к какому матчу Приходим мы К ЦДН Космос Правильно Дим Да Все верно Вот сейчас На ваших экранах Но Наверное Наверное Нас не так сильно Интересуют События Непосредственно Этой встречи Но Хотелось бы Поговорить Об этих Двух коллективах Потому что У нас За завесы Центральных матчей Да Про центральных противостояния Немножечко теряются И другие команды И В первую очередь Конечно же Хочется сказать про ЦДН Потому что Вот ЦДН Как знаю В снежный ком попало Да То есть Мегатитан С ФКСП Этот снежный ком заварили А ЦДН в него попало И соответственно Никаких дивидендов От этого не получил Согласен С вами С тобой Да Потому что Вот Я Через ЦДН смотрел Через два матча ФКСП и Мегатитан То как они Сыграют И Они Кристально Прямо Одинаково сыграли 3-1 А 5-1 5-1 Даже они проиграли Точно От ФКСП И поражение От Мегатитана Притом Ребят ФКСП и Мегатитан Играли на второй день После друг с другом После тяжелей Это всегда тяжело И здесь Ну просто Я не знаю Как ЦДН Хочет на что-то претендовать Ну Очень сложно С таким составом С такими возможностями Ну не знаю Не игры Вот сейчас К сожалению Ничего нет у команды А в Бороне Дим Да Максим тоже смотрел Да С ФКСП Это просто Это просто ужас Это просто тихий ужас Да И кстати говоря Вот так же Тихий ужас Я скажу про космос Который играл С техносилы В последнем туре Ну это просто Никуда не годится Это я не знаю Вот честно Вот Слава Епифанов Он конечно Мужик красавец Он там Ищет постоянно Но вот этот год У него Вот трансферный Провальный Да тяжело искать Но были какие-то там Стабильные Какие-то люди Более-менее Но сейчас Ну это ужас Сейчас очень тяжело А ситуация с каждым годом Она не становится лучше То есть Одно дело Если там Говоря Переждать А в следующем году Оп-оп И попрем И у нас И трансферы пойдут И все Но Слава Так периодически С ним общаемся Из года в год Говорит Что ситуация На трансферном рынке Очень тяжелая И сейчас И сейчас В эпоху Так скажем Когда Команд С сильными Финансовыми Возможностями Становится меньше По идее Эта ситуация Должна бы Как-то разрешиться Но Никаких Правильных Тенденций Ну насколько я понимаю Нет И поэтому Года в год Вячеслав Объем работы Ответственности На плечах Вячеслава Сказать Но там в команде Просто Пертурбации Большие Возникают И вот Сейчас Как Опять Да Конечно Опять Вчера Открылся Трансферное окно И команду Уже 5 человек Покинули Это Вратарь Котов Это защитники Шмыгов И Кузьминов В ЦДН 2 Переходят Это Павлов Защитник И это Тимофеев Михаил Тимофеев Тоже уходит Из ЦДН То есть 5 человек Просто С листа Уходят Наверное Кто-то Будет А может быть Не надо Чтобы кто-то Приходил А вот Кстати Да Может быть Действительно У ЦДН На каждый матч Приезжает 2 состава Ну вот сейчас Пятеро ушли Может быть Дело не в том Строить Из тех людей Которые уже Сейчас есть Почему Дело не в том Сколько человек Приезжает Выходит там Все равно Ограниченное количество Это в любом случае Так получается Это правильный подход Но Вопрос в том Что играют разные В одном матче Один состав В другом матче Следующий состав А через два матча Там вообще Может ни одного Не оказаться Все правильно Начинали Стабильность Когда даже Георгий Кашвили Нам говорил Что мы Скотаем Скотов По игре В результате Котов играет За ветеранов А Георгий Кашвили Играет В каждом матче В итоге Получается Говорили одно Наверное Стратегии одно Прописывали Так скажем Видели А получается Совершенно по другому Уже не накладка Тимофеева Столько нам Нахваливали И это сильный футболист Раз уходит Почему А сколько он Забивал А сколько Он забивал И чемпионов И чемпионов Там Под 50 мячей В чемпионате Под 50 Да Понимаешь Как Тимофеева Можно отпускать Такого футболиста Я тоже не понял Павлова Возвращают Уходят Приходят 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 Я не знаю Может скатился На подарок Ушел что ли Куда-то В какую-то команду Менее денежную Я не знаю Как это Объяснить Еще Потому что Нет стабильности И в принципе Люди Которые уходят Понимают И те Которые Здесь еще Какой вопрос Да Вот ты говорил Про Александра Голевца Что он знает Чего он делает Знает Куда он ведет Команду Вот есть ли Такое же понимание Сейчас У руководства ЦДН Нет Вот Я как бы Начал бы с этого Вопроса Даже А не с того Какой состав Сейчас Кого нужно Удерживать Или кого нужно Отдавать А куда двигаться Как дальше жить Вот это вопрос А никто не может ответить Да Потому что В ЦДН Сейчас Нету Четкое Разделение На Позиции Кто Что Чем Занимается Да Есть Руководство Есть Георгий Кашкаш Или Как я понимаю Да Исключительно Исходя Из Ему сказали Рули Да И вот он Пытается Срулить И Что-то Слепить Да Но Например Есть Женя Рыбин Руководство Он не лезет В эти дела Потому что он Администратор Да И он Молодец В этом плане Он Пусть Занимается Человек Которому Сказали Условно Занимается Он И занимается Своими делами Вот И Он Не лезет Но он Прекрасно Понимаем Мы имеем С ним Контакт С Женей Рыбином И ты Прекрасно Знаешь Что Он Придержит Своей позиции Определенной Да Но Естественно Мы не будем Ее говорить Но У нее Есть определенная Позиция С которой Он нам Поделился Да Она интересная Но он Никуда Не лезет Никому Не навязывает Просто Видит Как со стороны Из страны Это виднее Есть руководство Высшее Которое Сейчас Находится В командировке Которое Не может Присутствовать Определенное Время Пока что На играх Оно Как бы Отдало Все Людям Которые Сейчас Занимаются К сожалению Мне кажется Георгий Не всегда Справляется А вот Я бы Такой вопрос Поставил На ваш взгляд А может Вообще Человек Который На поле Находится Руководить Командой Во время Матча Это в том То и дело Ну а вот В этом контексте У меня Вот такой Вообще Вопрос Возникает Как на ваш Вгляд Человек Находящийся На футбольном Поле Да Ну в воротах Или в поле Вот он может Руководить По ходу матча Командой Делать замены Там какие-то Тактические Перестроения Совершать Вообще Это возможно Вот мне Приходит На ум Александр Кудряшов Который Играл За магистраль А потом Все-таки Денис Бегунец Сказал Что Ну они Вдвоем Пришли Или вдвоем Пришли То есть По факту Принято Решение Что Сбровки Руководишь А в игре Участия Не принимаешь Как считаете Очень сложно Это очень сложно И Тем более Когда ты Вратарь Это все Надо как-то Совместить А у Вратарь Своя Ну Все прекрасно Да Что Своё мышление Так скажем Мне кажется Не все могут Быть согласны Например Да С теми Ходами Георгия Плюс Ну Нереально Сложно Да В такой Команде Где Хотят Больших Побед Где Такие Футболисты Где 15 человек Которые Готовы Играть В состав Причем Все мастера Все Высочайшего Высокого Уровня Да И Допустим Два с половиной Состава Приезжает Все равно Да Половина Состава Не играет Два Все равно Играют Постоянные Замены Постоянные Изменения Новые Люди Постоянно Приходят То есть Здесь трудно Конечно Очень Такая Ситуация Непростая Ну Пока Что У Георгия Не получается Это Делать То есть Не знаю Может быть Там Изменить Стратегию Что ли Как-то По-другому Смотреть На вещи Ну Не знаю Ну С таким Составом Очень Вот Так Проигрывать Там Это Не Зазор Нет Но Как бы Без Борьбы По факту Да То есть Вот Меня удивляет Так Не должно Быть Ну И Хочу Еще раз Похвалить ФКСП Мега Титан Которые На второй День Да Играли С CDN И выглядели Как будто Субботу У них Матча не было Ну да Советно Свежие Абсолютно На ходу И здорово Оба раза Сыграли Так Ну давайте Наверное Еще По CDN Определились Что еще Нам интересно Выделить Техносил Илчево Наверное Да Здесь Тоже Был Дробительный Матч Здесь Может быть Не такой Должен Должен Был Должен Дробительный Матч Но по факту По счету Его не получилось Но мы В первую очередь Хотим показать Эту нарезку Чтобы все Сейчас понимали Что Олимпия Это уже не та команда Которая начинала Сезон Да И та команда Которая раздавала На право и налево очки Сейчас Олимпия То ли нашла Свой Правильный путь Да Может быть Где-то В ту самую Колею Сейчас именно Вошли А может быть В том числе Вот это Зимнее поле Тоже Так идет На руку Но команда Сейчас Стреляет Просто стреляет Во-первых Много забивает А во-вторых И пропускает Мало Ну здорово Здорово Смотрится Подопечный Барамид Чего же там Говорить Уж не знаю Что это Физическая подготовка Такая Даже Наверное Кто-кто А ЛЧО Что ЛФЛ Это не единственный Турнир Да Далеко Не единственный В котором Участвует ЛЧО И вот Здесь Может быть На пик Они вышли Ну Не вовремя Потому что Пауза Ну вот Эти результаты Конечно Победа 5-3 Над техносилой 5-3 Над веером И в последнем туре Очки отобрали У Портера В ничью Сыграли Это конечно Говорит о том Что команда На ходу И печально Для них Что сейчас Будет Перерыв Аж до весны Да Причем С веером Так вообще Ввели По-моему 5-1 И только В конце Там уже Веер На некое Подобие Комбэка Сподобился Но Все равно Спасти Хоть какие-то Очки набрать В этой встрече Не удалось Ну и посмотрите Просто какое движение Да Как здорово Футболисты Олимпии Видят друг друга Да И Не стесняются Отдавать передачи Ну Это при том Что на ворот Кутирухин стоит Кстати Да Например В этом матче К примеру Олимпия Может В любой момент Собраться И обыграть Любого Да Вот сейчас А может И просто Не пойти Например Игра Да Расстроиться И провалить Игру Вот сейчас Стабильно Проводят 2-3 игры Уже Что и радует Глаз Ну Веер 2010 Мы вообще Весь сезон Хвалим Да Как здорово Команда Выгодит Под руководством Капитана Михаила Пименова И Никто не ставил Вообще На ЛЧО В этом матче А они Обыграли И обыграли По делу И Портер Все думали Что Ну Портер Точно Лидер Один из лидеров Чемпионата Точно обыграет В это воскресенье Портер Как раз Точно обыграет Ну и Портер Практически Обыграл Нескольких секунд Не хватило Нескольких секунд Не хватило Портер Чтобы одержать победу С угла Боркин По-моему Не помнишь А там по-моему Автогол Или автогол С угла Заживался мяч В ближний угол Был низом Я кстати До матча Предполагал Что Портер И ЛЧО Я думал Что будет Намного больше Забитых мячей Но я так и думал Что матч будет Будет Примерно В одинаковом В равном ключе Проходить И что сейчас Ну просто Очень похоже На самом деле В чем-то команды Получается Обе скоростные И обе Играют в такой Быстрый футбол И при этом Не стесняются Где-то обыгрывать Один в один Или где-то И так же Обе команды Идут в такой Быстрый прессинг После потери мяча То есть Стараются сразу же Вернуть снаряд себе Ну и У нас остался Еще один матч Я так понимаю Да Коллеги Тоже Где получился Камбэк Наверное Вот Хотелось бы Чтобы таких матчей Было побольше А мне вот хотелось бы Поменьше Забегая вперед Потому что Ты поучаствовал Принял непосредственно Участие в этом матче Да И ты повлиял Немножечко на результат Не конечно Не Ну не только я Ну не только ты Но твое мнение Да Твой голос Оказался В пользу Титана Кстати Тебе наверное Титан за это Выпишет премию Может быть В конце года Чему ты был бы Наверняка рад Мне премия Титана Не нужна Лишь бы От Магистрали бы Ничего не прилетело Мы говорим Нам Накал Такой Что Мне не до премии Сейчас Сверкали И все думали А что потом будет Так Мы говорим о матче Титан Магистраль В этом матче Магистраль Обыграл Держал победу За счетом 4-3 Волевую победу Проигрывал За счетом 2-0 После первых Десяти минут Уже Вот Ну и Собственно Почему Да мы сейчас Диме Про премию Горием Еще что-то В этом матче Был Введен Новшество Дим Впервые Применялось Первые Историческое событие Случилось Раньше чем РФПЛ Это сделали Вписали Да просто В эту славную Книгу футбола Западного ЛФЛ Вот это вот Новшество Которое Сейчас расскажем Под названием Видео Повтор Третий Гол Титана Когда 4-2 Уже Магистрали Ввела Во втором Тайме Титан Забивал Третий Гол Бил Артем Кузин Да по-моему Артем Кузин Да там Такая Дим давай Расскажи нам Вот подробность Там была Фланговая Атака По-моему Архипов Твой перевел Мяч На Капкова И Капков Просто стрелял В штрафную Площадь Сильный Такой Прострел Был И И Кузин Оказался первым На этом мяче И Переправил мяч Скажем так В сторону ворот Ну Нам из комментаторской Понятное дело Что Мяч улетел Говорит От ворот Ну Значит И не было Ничего Все понятно Но Немножечко Смутила реакция Титановцев Они начали Кричать Что это был гол Медведев с Головским Так там завелись Просто побежали Да Уже Реакции Уже было видно Что что-то не так В комментаторскую Через двойной Стеклопакет Уже начало Проникать Звуки Что это там Была там Дырка Судья Ты посмотри Там дырка В сетке И был гол Ну и вот Пока все Это собственно говоря Дело происходило Страсти кипели на поле Мы вот с Максимом Киселевым Также у нас там Были некоторые еще Экспертные мнения Намного более Высокостоящих Людей В любительском футболе У нас целая комиссия Там была Шесть человек Присутствовало Смотрели Я на самом деле Самое решение Можно сказать Не принимал Но я его Двносил до арбитра И выглядело Конечно Довольно таки весело Потому что Разумеется Евгений Губин Был в пылу Вот этих споров С одной стороны Футболисты магистрали С другой стороны Футболисты титана Все чем-то недовольны Одни остановка игры Другие Чтобы Гол был Не защитан И в этом Во всем Крике Я пытался Докричать До Губина И я бы Честно говоря Не справился Большое спасибо Тем кто Сидели на трибуне Кто-то следил За этим матчем И можно сказать Что я таким Некомым заводил Оказался И вслед за мной Все трибуны Начала кричать Судья-судья Губин-губин И вот тогда Вот только уже Евгений Губин Обратил на меня Внимание Мы У нас есть Есть некоторые Такие секретные Жесты В общем Все это Передали По Азбуке Морзе Да-да-да Вот Азбуке Морзе И гол был засчитан Да Дим Фантастический рассказ Вот такая у нас Произошла ситуация И Вкрывается об игре Я вот что скажу После матча В интервью На Естественно Я Пообщался С Александром Кудряшовым Он рассказал Что интересный Новше Станово Не в регламент Не прописано Но тем не менее Да так Все таки Справедливо Было бы Это раз Но меня другое Поразило Да Вы сейчас поймете Почему Я спросил При счете 0-2 Да Ты решил Что все Игра Проиграна Да Не идет Он сказал Что Нет Мы посмотрели Как Кого Пускать Титан И соответственно В связи с этим Мы начали Производить свои замены И от этого Строить свою игру Выпустили совершенно Других игроков Перестроили игру Мы следили За заменами Титана Как вы думаете С кем можно Провести параллель Да Вообще Замена Титана Это такая Интересная вещь Сейчас Вот просто Параллель Да Вот Александр Кудряшов Тренер Магистрали Говорит об этом Как вы думаете Кому Можно было бы Сквозь призму Кого Можно было бы Посмотреть Насколько важен Тренер В системе И который Может влиять На результат Ты между В составе Его команды Да В составе Магистера Ну Вообще Тренер Насколько важен Правильно же Смотрите Он смотрит Он смотрит Кому Кому Не хватает Как раз Мы говорим Ты сдавал вопрос Ну ЦДН Мы создали Перед этим Да Вот Посмотрите Насколько важен Я вот к чему Да Вот Да То что Он Видел Он смотрел Как Титан Делает Замену И от Этого Он выпускал Там Определенных Игроков А ведь В прошлом Сезоне Александр Кудряшов Был В поле Да Вот Это Я к тому Что Очень важно Тренерский Взгляд И Реагировать По ходу Игры На Тельные Иные Изменения Вот Так Я считаю Безусловно Тут Иного Мнения Быть не Может Вот Тренер Очень важен В любой Команде И без Тренера Вообще Тяжело Добиваться Каких-то Результатов Нужно Либо Играть Лид 40 Одним Составом И тогда Ряд Ничего Не нужно Все Друг Другие Так Понимают И знают Как реагировать Ну Либо Человек На бровке Который Руковод Причем К этому Пришли Все команды Премьер Лиги Взять Тот же Космос Глеб Шавхал Ты Сказал Что Сейчас Каким-то Причинам Не приезжал Но Вообще Обычно Всегда Стоит На бровке И Всегда Делает Замены Или Сологуб Там Его Замещают Тоже С бровки Кегли Тоже К этому Пришли То есть Вообще Все команды Уже Имеют Какого-то Человека Или Главного Тренера Или Тренера Или Они Могут Даже Не писать Его В заявке Но Такой Человек Есть Почти В каждой Команде Во всех Командах Западной Лиги Я Больше Тебе Могу Сказать Что Во многих Командах Третьего Вторых Лиг Такие люди Есть И уже Есть Не первый Сезон То есть Это Не ноу-хау Никакое Это Абсолютно Здравый Подход Просто Если брать Какие-то Третьи Дивизионные Вторые Лиги Все-таки Это Скорее Такие Именно Действительно Любительские Команды И Здесь Важен Авторитет Человека Потому Что Просто Так Ты Грубо говоря Ты приезжаешь На матч Ты хочешь Поиграть Футбол Ты хочешь Получить Удовольствие Грубо говоря Может быть Для кого-то Это не так важно Но Для кого-то Это важно Платишь Еще за это Деньги И Когда тебе Кто-то Говорит Что Ты Собственно Горя Плохо Играешь Или Играешь Не так Или Что Тебе Не нужно Что-то Делать Над этим Нужно Сохранять Контроль Вот Команда Уже Какой-то Финансовой Основой Здесь В плане Мотивации В плане Как раз Того Чтобы Люди Тебя Слушали В принципе Намного Легче Обстоит Дело И Поэтому Не Пользоваться Этим Это Ну Это Странно На мой взгляд Это Немножко Нелогично Дим Ты Абсолютно Прав Наверное Подпишемся Максим Да Мы Под словами Димы Тем не менее Да Говорили Мы Титан Магистраль Здесь Победа Магистров Со счетом 4-3 Ну И Наверное Вот Те Самые Рассказали Теперь Мы Переходим К Первому Дивизиону Поговорим О Нескольких Матчах В частности За то Время Что Снимал Состоялся Один Центральных Матчей Две Команды Которые Долго Лидировали И Лидирует Это Успенская И Альбион В котором Была Добита Успенским Выливая В котором Альбион Был Добит Добит Да Уже Вадим Фирсов В концерке Встречи Со счетом 2-1 У нас Есть Соответственно Видео К этому Матчу Вот Пожалуйста Оно Сейчас На ваших Экранах Ну Успенская Скажу Вернулся Никита Грибанов Некоторое Время Он Отсутствовал Вот Что Добавляет Команде Конечно Определенный Максим За кого Болел В этом Матче Ну Честно Говоря Наверное Больше Сопереживал Альбион Тебе Скажу Потому Что Опять же Интриги Вот Мы говорили Что Мы Немножко Симпатизировали Мега Титану Чтобы он Догнал В КСП Я Немножко Здесь Честно Тебе Скажу Альбион Больше Симпатизировал Чтобы они Где-то Успенская Чуть Поджали Приблизились Ты Сказал Что Это Один Из главных На самом деле Это Главный Если бы не Коммунар Который Вообще Как ракета Сейчас попер В последних Турах То В принципе Это были бы Две основные Команды Но Коммунаре Мы скажем Чуть позже Это еще Фрагмент У нас Первого Тайма Вот Тут ценой Просто Собственно Здоровье Вратарь Вручает И как кошка Здесь Просто Прыгает В этом Матче Ну Вообще Матим Это был Один Матч Который попал В сетку Нашего эфира Вот Как смотрелся Смотрелся Ты знаешь Очень Так Здорово Команды Действовали Ну Мне кажется На уровне Премьер-лиги И То что Трансляцию Выбрали В прямом эфире Этого матча Я думаю Что нисколько Не прогадали Мы в принципе Увидели В этом матче Все И Интересные атаки И сейбы Вратарей Да И голы Увидели Хорошие Ну и конечно же Вот эта вот Кульминация Развязка Невероятная Вадим Фирсов Сейчас мы увидим Да На последних секундах Приносит команде Успенская победа И Подтверждает Статус фаворита Дивизиона Да Так Игра смотрелась Очень было Напряженно Но наверное Когда вот Встречаются два лидера Именно вот Такая встреча Должна быть Не когда там Много забитых мячей Да А именно Когда Вот Все решается На последних минутах Когда вот Один на один Такой чисто Футбольный счет Вот Всегда очень приятно Да Такой финал Своеобразный финал Первого круга Можно сказать Понятно было Что команды С оглядкой Играют Футбол В этом матче И обилие голов Ожидать не приходилось Ну собственно говоря Так это и вышло 2-1 Наверное это немного Для ЛФЛ Вот мы смотрим Фрагменты Второго же тайма Вот здесь Мне кажется Один из ключевых моментов Да Когда Альбион мог бы Выйти вперед Но не реализовал Стопроцентную Возможность Да Но вот После матчевого интервью Да Задавали вопрос Мешкова Спрашивали Видел ли он там Своего партнера Который набирал Вот по-моему Гусев был Но он сказал Что просто не видел А так бы конечно Отдал на пустые ворота И там Ну вот этот ключевой момент Да Когда Акименко Подает И Фирсов здесь Конечно сыграл Мастерские напережения Но ведь Сколько было Одна концовка Успенским Да И в кубке переправы Начальство И с коммунаром Да Мы пропускали Но вот Сейчас Где-то Вернулась И вернулась Может быть В какой-то степени Да Все-таки Наверное Заслужили Уже Сколько можно было Там в концовках И с новой Москвой Тогда тоже В концовке Мы пропустили Правда Еще успели Отыграться Но все равно Да То есть Доводим Да Вот Нервяка В концовках матча И Когда По идее Могли бы забивать Больше И спокойно Доигрывать Вот Доводим До такого Но тем не менее Матч удался 2-1 Победа Успенского Ну и Что еще Вот Лично Для себя Я Выделяю Да После Перед зимней Паузы Которая наступит Естественно Уверенное Лидерство Успенского Дальше И у нас Смена Второго Места Да Это событие Прозошло В последнем Туре И Коммунар Одержал Очередную Победу Вот Альбион Ну достаточно Неожиданно По крайней мере Вот В чате Общались С представителем Первой Лиги Неожиданностью Это для многих Стало Ну для меня Это не стало Неожиданностью Конечно же Ну я представляю ЦДН-2 В общем ЦДН-2 Обыгрывает В драматичнейшем Матче Обыгрывает Альбион И Из-за этой Коммунар Занимает Вторую строчку Альбион Вынужден Опуститься На третью Позицию Ну Коммунар Набрал ход И Один из главных Преследователей Успенского И вообще На повышение В классе Если сохранить Такой темп То Наверное Именно эта команда Будет В следующем году Играть в западной Премьер Лиги Что касается Альбиона Вот ты сказал Про концовки Успенского Да Вот этот вопрос Поднял Что в концовках Попускали А здесь вот Футбольный бог Вернул Что забили Альбиону Альбиону Тоже надо подумать Насчет концовок Поскольку У ЦДН-2 За 3 минуты До конца Они выиграли 4-3 Кстати говоря 4-3 Да И проиграли С счетом 4-5 Пропустили За 3 минуты До конца 4-4 И на последней Минуте 4-5 Вот на это Тоже конечно Надо обратить Обязательно Альбиону Внимание Когда будут Они продолжать Борьбу За прямой выход В Премьер Лигу Иван Ершов Очень этого Хочет Также для себя Отмечу Еще не только Позицию Внукова На четвертом месте Но и то Что эту команду Принял Алексей Смирнов Игрок Экс-игрок Сборной России Барс Человек Который Повыигрывал В футболе 8 на 8 Очень много И вообще Вот то Как Алексей Смирнов Пропагандирует Футбол Его взгляд На футбол Мне очень Импонирует Нравится И я желаю Алексею Всяческих успехов И вывести Внукова На Новый уровень Вот А там много Молодых ребят Ну и соответственно В премьер-либу Хотя Там тоже Все не так Гладко Как хотелось бы Кстати Вот По поводу По поводу Последнего тура Да я хотел сказать Что Внукова-то тоже потеряла Причем проиграла И что говорит О том Какой сильный дивизион В этом году Первый Надежда Она находится сейчас Вообще В стыковой зоне Тем не менее В последнем туре Не только Альбион Оступился Но и Внукова Надежда Одерживает победу Со счетом 4-3 Тоже достаточно Неожиданно Ну на то Надежда Что Надежда Умирает последней И в данном случае Надежда жива Обыгрывает Внукову Этот результат Конечно же Нельзя не отметить В последнем туре И давай Давай наверное Еще Покажем Вот Гатагов Новая Москва Гатагов Это относительно Новая команда Которая Средней Почти Сезона Вошла И ты знаешь Кто не играл Тот же Была Ну Посмотрим Посмотрим Время Время покажет Но пока что Действительно Команда С листа Говорит нам о том Что можно тоже Добиваться Результата Вот Та же Новая Москва Достаточно Крепкая Команда Середнячок Такой Упорный Знаешь Да Новая Москва Действительно Такая Дерзкая Что ли Достаточно Молодая И дерзкая Команда Ну Такая Цибольная Наглость Присутствует У этого коллектива И даже На пятом месте Совсем недавно Находилась Новая Москва Ну и Результат этого матча Говорит тоже Все таки 2-2 Боевая ничья Показывает что Игра была Очень Интересной Вот И держала Напряжение До Самого До Самого Конца Поэтому Я говорю В первом дивизионе В принципе Да Все может Поменяться За раз Тут Нет Прям такой Команды Которая Ну вот Может Проиграть Там 15-0 Условно То есть Любая Может Выстрелить В любой момент Случается Но очень редко И Если какие-то Непредвиденные Обстоятельства Беззамен Приедут Или с травмированным Игроком Вратарь выйдет Ну конечно Очень редко Дивизион В этом плане Очень ровный Мы опять Напоминаем Что Регламент Так уж Рассудил Что 6 команд Вылетают И одна Играет с таковой матч Это Очень-очень Много И поэтому Постоянная Борьба Борьба в каждом туре Команды И трудно Предсказать Результат И допустим Вот тот же Гатагов В зоне вылета Был А сейчас Считанные 7 очков И набирают И уже 5-6 место И в принципе Там постоянно Вот это Такая рокировка Тусовка команд Происходит Чуть ниже Стыковых мест И чуть выше Зоны стыков Постоянно Вот это Перемешивается Вот эти Вот пятнашки Это говорит о том Что дивизион Очень ровный И ждем Мы Каких-то Интересных Интриг И каких-то Необычных Раскладов Которые В общем Могут Случиться В каждом туре Согласен Согласен Давай Максим Посмотрим На таблицу Бомбардиров Первого дивизиона Вот смотрим Мы сейчас На пятерку Лучших Здесь Лидерство Занимает Виталий Гусев У него 30 забитых Мечей Всего лишь На один забитый мяч Встает Олег Филатов Из константы Ну и Так Где-то рядышком Павел Арутюня 28 Ну и Васютин С Пелюдиным Арсенал Нового Москва По 22 Забитых Меча Вот так Делит Между собой Замыкает Эту Пятерку Ну и По гол Плюс пас Все тоже Арутюня На первом На втором Гусев Опять же Альбион Филатов Третий То есть Между собой Они будут Спорить За лучшего Бомбардира И игрока Ну и Конечно же Таблица Первого дивизиона Она здесь Перед вами Практически Такой вид Она примет И перед Новым годом Хотя будет еще Тур Один заключительный Да В этом году Ну вот Здесь наверное Что можно Отметить Ну опять же Успецкая коммунар Мы об этом говорили Да Альбион Внукова Сейчас в зоне Стыковых матчей Ну и Жаркая борьба У нас конечно Будет Внизу За Вылет И за Переходный матч Поэтому Вся борьба Еще впереди Да Успецкая Немножко Оторвалась Да Там Четыре очка Опережает коммунар Имеет игру в запасе Поскольку Последний тур Саминио Перенесен Ну а Альбион Всего-навсего На три балла Отстает от коммунара А Внукова На четыре То есть Здесь тоже Предстоит Жаркая борьба За То чтобы Напрямую Выйти в западный Пример либов Ну что ж Тем временем Совсем скоро У нас После небольшой паузы В студии Появится гость Чтобы обсудить Вторую Б-дивизион Мы пригласили В нашу студию Специального гостя Из команды Которая Лидирует Турнирные таблицы И нашего гостя Мы готовы уже представить Это Иван Коротков Вань Здравствуй Здравствуйте Привет Как тебе наша студия Все отлично Первый раз здесь Надеюсь не последний Вань Прежде чем Перейти К непосредственно Портеру СВ За которую За команду За которую ты Играешь Хотелось бы Несколько вопросов Об основном Портере Потому что Все таки Твоя жизнь Связана и с этой Командой И тем более Что ты много Очень отдал Силы, энергии И времени Этому коллективу Когда он еще Может быть там Мегаполисом Назывался Помнишь Вообще Вот эти времена Когда даже Помнится мне Что чуть ли не полностью Команда Родник Перешла В мегаполис Вот что-то Вот такое Было Да Было такое Играли Во второй Лиге Вот За Родник За команду И Потом Получилось так Что Перешли в мегаполис И всех Практически Ребята Кого я знаю Там Ну мы просто Вместе В институте Учились Вот с кем-то Играли вместе И перетащили Туда всех Вспомнишь Какой-то год был Ну примерно Сколько это было лет назад Может быть 2000 Какой-нибудь Четвертый Не знаю Может попозже Не помню честно Но Ты застал То время То Светлое время Когда Мегаполис Занял Вторую строчку В таблице В премьер-лиге И соответственно Выиграл серебряные медали До сих пор Вспоминаем это иногда С ребятами Когда Ну встречаемся Ну встречаемся Конечно Это Ну как сказать Не то что это Прямо Ну не забываем Но это результат Немногим Он как бы Дается Помнишь вообще Тот сезон Да Очень отчетливо Помню Начинали не очень По-моему Ну Я могу сказать Что так Что мы Всегда начинаем Не очень У нас Такая была Тенденция Да Мы начинали Где-то с поражения Там Ну потом Поход сезона Уже Раскачивались И уже было Намного лучше Плюс у нас И Данька чертов Играл Который нам Конечно Очень помог Я помню Просто игру Там была такая игра У нас с кайтспортом Вот Как раз решающая Одна И играли на снегу На дороговушке Там поле укатали Специально Потому что Оно не было готово Лед был И снег выпал Его укатали Вот И Обыграли их 2-1 Вот И нам еще Нужно было Конечно Чтобы спарта Там обыграла Потом Не помню С кем спарта Играл Но спарта Нам тоже помогла В итоге Мы заняли Второе место Вообще Вот то время Какими эмоциями Вспоминаешь Я так понимаю Что сейчас Хоть команда Все Футболисты Более-менее Разбежали По разному Коррекции Все равно Общаемся Да Все равно Какие-то Очень семейные Отношения Остались Да Опять же Я говорю Что Большинство Ребят С которыми В мегаполисе Играл Вот Мы вместе Учились в институте Вот Играли За институт Как бы Там Вот Есть ребята Которые По второй лиге Побегали Саша Захаров Ну я тоже Немножко Поиграл Это за какой Институт Это за МПГУ Московский Педагогический Государственный Университет А сейчас Кто-то Вот Даня Чертов В заявке Портера Да Ну он В заявке Да Он играет В Казахстане Да Вот В высшей лиге Да У него там Вроде Болгжетпейси Это где Дима Сычев Был А еще кто-то Есть В нашей Западной Пример Лиги Из того Состава Кто-то Остался Ну кто Профессионально Играет Нет Я имею Ввиду Вот Тем Составом Который Вы взяли Серебро Кто-то Сейчас Играет На данный Момент В западной Пример Да Костик Хлебников Играет В Москву Вот Кто еще Мишка Архангельский Ну только Не вышки Кажда Во второй Лиге Ну вот Ребята Как бы На западе Ну вместе Выиграли Да Да А вот Мне вопрос Про Чертова В одно Время Все-таки Как-то Получалось У него Приезжает Да Там Пускай Несколько Матчей Всего За сезон Набиралось Но все-таки Приезжал Сейчас Уже Давненько Мы его Не видим Вообще Есть ли Какая-то Вероятность Ну Честно Не могу Сейчас Вообще Про это Ничего Сказать Я знаю Что он Там Команда В любом Случае И Наш Друг Вспоминая Вот тот Сезон Чем Тогда Взял Мегаполис Каким-то Коллективом Может быть Или Звезды Сошлись Или Я думаю Скорее Все Коллективом Желанием Друг за Другом Это Я Наверное Может Скажу Даже Про Магистраль Которую Командовать Они Бьются Вот Мы Так же Бились Просто Как Могли Играли На самом деле Еще и Футбол Да Показан Неплохой Футбол Вот Друг за Другом Получалось Играть Хорошо Сейчас Ты уже Насколько Я понимаю Давно Не футболист Основного Портера Но При этом Находишься В штабе Да Каковы Твои функции И Вообще Давно Ты уже Непосредственно С этого Сезона С Максимом Сергеевичем Мы поговорили Я Исполняю Обязанности Второго Тренера Помогаю Ну ладно Исполняешь Обязанности Второй Тренер Без приставки Хорошо Я второй Тренер Я видел Ты проводишь Разминку Перед матчем Да Ну да Провожу Разминку Говоришь Что-то Установку Даешь Тоже Да Можешь Сказать Ребята Я думаю Слушают Меня То что Я говорю Если Я нахожусь На бровке Значит Наверное Я не просто Там Нахожусь Поэтому Я немножко Футболю понимаю И как бы Что-то Я подсказываю Наверное По делу В последних Турах Максим Сергеевич Ковачук Был удален И Соответственно Наблюдал За игрой С трибуны Понятное дело Что его Все равно Слышно Прекрасно Но Именно На бровке Официально Тренером Был ты Было тяжело Да не особо Было тяжело Максим Сергеевич Подсказывал Причем Без Каких-либо Средств Да Очень хорошо Подсказывал Ребятам Он там Заменами Мне Немножко Помогал То что Он Более Знает Как Куда Ставить Лучше Какие позиции Раскрой Нам Небольшой Секрет Один из Последних Вопросов Перед тем Как мы Перейдем К Портеру СВ Какая Сейчас Полоса У Портера Потому что Начали сезон Прекрасно Но Потом Пошли Такие Скажем Нестабильные Результаты В принципе Можно это Связать Наверное С календарем Ну да Календарь У нас Конечно Не самый Лучший Как Говорится Вот И Про Полосу Не знаю Местами Играем Очень Хорошо На самом Деле И в Каждой Игре У нас Очень Уме Моментов Не забиваем Много Создаем Моменты Много Не забиваем И Пропускаем Со стандартов Что-то Где-то Не получается У нас В защите Там Хотя Ребята Все стараются Отдать должное Они молодцы Они бьются Там За каждый Мяч И Видно Что Ребята Переживают Там Когда Про Игрываем Там Либо Даже Ничьи Вот Мы в последних Играх Двух Там Сверх Мы Случилось Что-то Потеряли Четыре Очка Вот Поэтому Нам эти очки Конечно Были Очень Нужны Вот Ну Я думаю Что Все будет Нормально Потому Что Мы Работаем Мы Тренируемся И Макс И Максим Сергеевич Да И я Мы Верим Ребят Вот И знаем Что У них Очень Хороший Потенциал В Одной Из Последних Передач Я сказал Что Портеру Сейчас Не Везет Вот Ты Со Мно Согласишься Что Много Моментов Транжирится Что Где-то Чуть Чуть Не Хватает Какого-то Действительной Удачи Может Быть Я Сказал Найти Даже Не Везение Может Где-то Немножко Исполнительского Мастерства Они Ребята Еще раз Повторюсь Очень Стараются Они Переживают За Это Будем Работать Я думаю Результат Будет Сравн Наверное Нельзя Не Спросить Про Задачи Какие Стоят Перед Командой Если Говоришь Про Результат Задача Попасть На Москву То Есть Шестерку Да То Место Которая Позволяет Нам Играть На Москву Естественно Каждая Команда Хочет Залезть Как Можно Выше Ну Так Скажем Задача Минимум Это Попасть В Кубок А Соответственно Максимально Задачи Никто Не Отменял Побеждать В Каждый Матч А Там Как Получится Давайте Переходить К Второй Лиге И Интересно Было Услышать Про Задачи Портера СВ Потому Что Если У Портера Понятно Это Система Клуб Как Структура И Понятно Что Будет Бороться За Высокие Места В чем Наверное Немножко Так В целом Про Команду В чем Состоит Задача Портера СВ Самой Команды И Непосредственно Какие Задачи Ставить Перед Собой Этот Коллектив Мы Во-первых На Москву Играем У нас Первоначальная Задача Это Выиграть Москву А В чемпионате Также Побеждать В каждом Матче Акцент Делается На Москву Перед Играми Идет Какой-то Такой Накачивает Что-ли Ребят В Раздевалке Обычная Установка Нет Обычная Установка Установка Идет На Поле Максим Сергеевич И Мы Уходим Играем Каждую Матчную Победу Стараемся Играть Задача Я говорю Опять же Хотелось бы Выиграть Москву На Москву Очень удачно Выступаете В одной Восьмой Финала Прошли Попай Причем Мало того Что выиграли 4-0 В первой Встрече Так еще И вытащили Ответную Игру Проигрывая 0-3 Смогли Забить 4 мяча Как эта игра Так сложилась Вытащили Мы Скорее всего Просто Вышли Шапка Загидать С Настроем Там уже К середине Тайма 0-3 Проигрывали Как такое Могло Случиться Я Там Неудачно Сыграл Можно сказать Привез Вот И Конечно Думали Сейчас Спокойно Все-таки На своем Поле Играем Хорошо Что Выиграли Как бы Спокойно Дальше Все сложилось Чувствовал Что выиграем Потому Что У нас Сильняя Команда То То Что 0-3 Проигрывали Не Ёкнуло Что Сейчас Отыграют Во-первых В начале Матча И времени Было Еще Очень Много Для того Чтоб Отыграть А Это ЛФЛ Здесь И 3-4-5 Мячей Можно Отыграть Поэтому Нет Не было Ничего Максим Сергеевич Наверное Нервничал Да Нервничал Переживал Да Все Переживали Но Конечно Неприятно Выходя На поле На 10 Минуте Уже Там 3-0 Проигрывают Переживали Вообще Переход Максима Ковальчука Ну Чтоб Я Туда Перешел Нет Так Это Все Связано Оказывается Нет Это Не связано Ну Как Максим Сергеевич Принял Решение Перейти Во Вторую Лигу И Все Как Никаких Подспорь Не было Вот Ну Возраст Наверное Тоже Сказывает Все Рано Мы Не Видим Как Не Можем Да Там Все Играть Там До 40 До 45 Видно Посчитал Нужным Да Уже Немножко Как Снизить Свои Как Сказать Требования Требования Да И Он Могу Скать Что Играя Во Второй Лиге Он Также Отдается Как В Любой Другой Игре Нигде Б Он Не Играл У Него Всегда Это Было Он И Во Дворе Я Вообще С Грубо Есть Так Расскать Какую Историю С 18 Мы Играли С Утром С Мужиками Выходили И Там Мы С Нем Познакомились Это Сколько Было Лет Это Было Очень Давно Я Не Вспомню Точно И Вот С Тех Времен Вы С Максимом Ковичком Практически Неразлучны Разлучны Были Потому Что Я Играл За Родник Изначально Я Не Знал Что К Я На Тот Момент Занимался Профессиональным Футболом Играл В Командах Для Меня На самом Деле Было Это Удивительно Что Ребята Выходят Тренируются Во Дворе Было Смешно В Каких Командах Профессиональных Играл В Профессиональной Команды Поиграл Это Звезда Серпков Вторая Лига Вот В Щелково Зона Запад Зона Центр Да Вот Был В Щелково Подписал Контракт Но На сборах Сломался И Пришлось Закончить Это Спартак Щелково Или Спартак Спартак Щелково Был Шинник Еще В дубле Тоже Но Не Получился На После Первого Круга Он Мне Предложил Давай Я Согласился Сразу Чтобы Играть И Получать Удовольствие Практику А из Основного Портера Еще Перешли Люди Не Только Максим Но Еще Несколько Игроков Перешло Вторую Лигу В Портер СВ Мишка Тоже Архангельский Опять Спарта Перешел В Портер СВ Это Транзит Через Спарту Скажи Пожалуйста Михаил Архангельский Ну и Ты Тоже Очень Активен На Форумах И Наверняка Попадал В такие Баталии С Представителями Других Команд Которые Говорили Про Привилегии Портера 187 Сообщений Было После Одного Матча Это Рекорд Западной Лиги Ну и Что И Как Ты Отбивался От Я Наоборот Уже Не Отбивался Я Успокаив Писал О том Что Нужно Играть Просто Футбол Получать Удовольствие Что Нужно Заканчивать Мишка Архангельский Что-то Подзавелся Не знаю Что-то Ему Не понравилось Да нет Ну Как Не знаю Пиар На Второй Лиге Вот Поэтому Да нет Ну это Так Смехом Наверное Все-таки В большей степени Ну Кто-то Может Серьезно Это Воспринимает Никакого То есть Там У нас Привилегий Никаких На самом деле Нет Я Опять же Говорю Может быть Конечно Я что-то Не знаю Но Я не чувствую Что есть Какие-то Привилегии То есть Мы Приезжаем На игры Выходим Играем Судьи Также ошибаются И в нашу пользу То есть И в пользу Соперника Поэтому Здесь Я бы не сказал Что есть Какие-то Привилегии Я так понял Что Речь в основном Идет О Назначении Выбери Времени Матча Да И потому Что в субботу Я частенько Вижу Как Портер Из одной И той же Раздевалки Идет Сначала На второе Поле Потом Из одной И той же Раздевалки Люди Переодеваются Идут В мини-футбол Играют И все Это Такая же Система Я вот Эту внутреннюю Кухню Не знаю Я говорю Опять же Я вот Приезжаю У нас есть Раздевалка Я захожу Переодеваюсь Я знаю Что у меня Игра Либо в 11 Часов Либо в 12 То есть Либо Если команда Просто перенести Опять же Люди писали Что мы Чтобы им было удобно Ну я в свою очередь Хочу что отметить Допустим Вот если взять Первый дивизион То команды Которые идут Вверху таблицы Они уже имеют Возможность По регламенту Назначать матчи И вот когда Например Трансконтейнер Выходил Из первой лиги В примерку Они все матчи Ставили на утро На 10 утра И так же Из одной раздевалки Выбегали Еще на Дорогушке Не Дорогушке А вот от второго поля На Анохин Не Анохин А Петра Алексеева И так как команда Идя вверху Как бы имела Такую возможность По регламенту А Портер СВ идет вверху Может быть да Поэтому мы Выбираем время Просто я говорю Еще раз Я вот эту внутреннюю кухню Не знаю Меня это не касается То есть я игрок Я приезжаю Выхожу на поле Играю Делаю свою работу И все Это понятно Ты уже сказал Про матч с Фениксом 9 У нас есть видео Это футбольные Тефеери Да Ну вот правда Сразу мы видим Какой газон Сильно Сказался на игре Ну конечно Да Скользко Ну хочу сказать Мне кажется Даже вот Следующие Вот выходные Лично для меня Я не так скользил Как Вот на этом поле Почему-то Не знаю Может потому что Подтаяло Просто лед Оказался Вань Ну вот Если Вот выбрать Можно было бы Поле Ты бы все-таки Предпочел Вот по этой поляне Играть Или по хорошему Я бы выбрал Конечно Играть по нормальному Даже несмотря на то Что здесь победа Да конечно Ну опять же Ну все в равных условиях Находятся О чем здесь можно говорить Да Как бы здесь Как ни крути Условия для всех Одинаковые Играть там ты На снегу На асфальте Какая разница Ну здесь бы я с тобой Поспорил Поскольку Например Той команде Которая Обороняется Ей легче Обороняться По такому Голю Да Ну и Другой команде Тоже проще Обороняться То есть Опять же Еще раз говорю Условия Для всех Что им одинаково Обороняться Легко Что нам Просто Другой вопрос Кто как Это делает Ну а вот По этой игре Вот Которую Сейчас Обзор Вы готовились К этому Матчу То есть Это действительно Вот был Матч за первое место Вы это Осознавали? Ну не то Что матч за первое место Потому что Еще очень много игр И То что игра важная Да Это был факт И то что Наверное Да Ждали этой игры Хотели Может быть даже В какой-то степени Доказать командам Что просто Многие Наверняка Все-таки ждали Наши осечки с ними Вот И мы Наверное Где-то хотели Доказать Что Мы неплохая команда Мы тоже умеем Играть в футбол На любых полях Сейчас матч уже сыгран Вот раскроешь Какие-то Тактические моменты То есть Была установка От Максима Сергеевича Играть от обороны Или наоборот Подавлять соперника Нет Играть в свой футбол Постараться контролировать мяч Даже Да Вот на этой поляне Никакой конкретной Такой установки Обычная установка Как на все игры То есть Опять же говорю Контролировать мяч Стараться не проигрывать борьбу Естественно Вот И Побольше уигрывать единоборств То есть Не меняли в принципе То есть та же тактика Что и со всеми Да Командами Как-то отдельно Не выделил команду Феникс 9 Несмотря на то Что они Нет На самом деле Хочу сказать Что команда На самом деле Очень хорошая Вот Игорь Комаров Да Фамилия Вот он Я его во-первых Знаю очень давно Потому что мы с ним В Химках вместе были Вот играли И за Каид Спорт Тоже Вот мы с ним Становились Чемпионами КФК Зона Москва Ну Чемпион России Зона Москва Третий дивизион Вот Не Команда них очень хорошая На самом деле И я думаю Что Даже и мы можем Да Как бы там Проиграть Оступиться Я думаю Что многие Наверное Даже этого ждут Ну не то Что прям Жажду Да А то Что наверняка Мы можем Также отступиться Ошибиться Это футбол Ну вообще Это нормально Да Ну конечно Да Это нормально И здесь Ничего страшного Нет Какая команда Тебе Вот ты отметил Феникс 9 Что действительно По праву Да Они занимают Место вверху Турнирной таблицы Какая команда Еще может быть Тебе запомнилась Или против которой Было тяжело Играть Ну Турбина Которую мы Проиграли Ну Хочу отметить Ну сразу Оговорюсь Да Это наши проблемы Вот Я Еще раз Да Повторяю Там то Что там Как Веер Тоже писал Там у них Там не собрался народ Я говорю Опять же То что Это наши проблемы У нас тоже Да Не приехало Там 3-4 человека Основного состава Но это Нисколько Не говорит О заслугах Как бы Турбина Турбина Да Хорошая Они во-первых Меньше всех пропустили Да По-моему Да Меньше всех пропустили Вот Это уже о чем-то Говорит Что в обороне Такая вот боевитая Мне кажется Она не сколько Техничная команда Сколько они Вот Бойцы Вот такие То есть Они выходят Бьются Да Катятся Стараются То есть Неплохая команда Да Судя по твоим словам Тройку лидеров Да То есть Три команды Можно выделить Которые Займут Разыграть Пиде Стал По первому Кругу Только Потому что Опять же Мы еще Чемпионат Не закончили Чтобы что-то Говорить Поэтому Любая команда Там Даже Которая На последнем месте Может быть Они там Сейчас Извините Заявят Там И выстрелят И будут Во втором Круге Всех Обыгрывать Вот Поэтому Здесь Как бы По первому Кругу Да Наверное Я выделю Вот эту Тройку Там Как Они Идут Эти Команды Так Я выйду Только По первому Кругу Ты сказал О трансферах Ожидаются Ли какие-то Может быть Трансферы В Портер СВ Еще Какие-нибудь Звездные Игроки Максим Ковачук Роман Гаранин Но это Люди Ну то что Люди там Выиграли Да В свое время Что-то Ну опять же Мы же все Играем во второй лиге Вот У нас Вся команда На самом деле Звездная Если так говорить Все ребята Стараются Все ребята Непосредственно Все кто приезжает Выходит Не выходит На поле Не важно Мы единый коллектив Как бы Здесь Нельзя так Говорить Что там Кто-то Лучше Кто-то Хуже Звездные Понятно Понятно Ну так скажем Фамилия говорящая Вот Вы Сейчас Метите В первую лигу Наверняка Пару игр Ты хотя бы Видел В общем уровне Средний Знаешь В первой лиге Да Не затеряетесь И пойдете ли Потому что Вот с Ромой Гаранин Мы говорили В такой неформальной Обстановке Он сказал Ну не знаю Нужно ли нам это То есть Из его слов Я понял Что может быть И Нет такой задачи Чтобы играть Именно в первой лиге Может быть Выиграть вторую Но в первую не пойти Вот как обстоят Реально дела Ну я думаю То что Это будет уже решаться По ходу сезона Ну окончании сезона Вот Нужно ли нам это или нет Это опять же Не мне решать Да Если руководство Решит Идти в первую лигу Значит мы естественно Пойдем Если нет Ну ничего страшного Поиграем во второй лиге Еще Я еще раз говорю Я приезжаю Получать удовольствие Мне нравится Моя команда Мне нравится коллектив Руководство То есть Меня все устраивает То есть В первой лиге Если Но ты как бы больше хотел Ну естественно Я бы хотел Да в первой лиге Поиграть А потом в вышку Ну вышку наверное нет Уже честно Потому что Был бы дерби Портер против Портер СВ Это интересно Интересно Максим Ковальчик Играл или нет Или тренировал бы Портер Да У нас были такие случаи Да У нас Максим Ковальчиком Как раз и были Ну это Владимир Читает Да Да Не ну Я думаю Даже если мы В первую лигу Выйдем Ну мне Вот если сейчас С этим составом Который у нас есть Ну я думаю Что в десятке Мы будем Я так думаю Выше наверное Ну может быть Десятый Восьмой Вот в этом В десятке Да наверное В стыковую зону Трудно будет С тем составом Который сейчас Чтобы попасть в вышку Да Четвертое место Да я думаю Что нам это не нужно Будет просто Вот поэтому Там есть другой Портер Которым Пускай они играют А мы будем здесь А кстати Есть ли какой-то Обмен Или вот Какая-то Не то что фармклуб А как сказать Что Вот портер И портер СВ Лучшие игроки Портер СВ Могут попасть в портер Или там наоборот Те игроки Которые в портере Например Мало практики Имеют Пойдут в портер СВ Изначально Есть какая-то Такая договоренность Ну мы вместе Тренируемся Вот Ну основной портер И второй Вот Ну да Почему нет Конечно Тот же Андрей Проказа До операции Там Которым он был В основном портере Придясь со второго портера То есть он был в основном Потом перешел во второй портер Там он показал себя И обратно И вернулся В первый То есть такая ситуация Потенциальная Она вполне вероятна Ну да Почему нет Вань Ну ты вот сказал Что основной задачей Для портера СВ В этом текущем сезоне Является Матчи на Москву Знаешь Следующего соперника В четвертьфинале КДС У вас команда Из севера Как-то Вообще Справки наводили Как готовитесь К этой встрече Ну Я конкретно Просто посмотрел Состав Да Потому что мне интересно С кем мы играем Опять же Там Молодые ребята Ну Состав команду Вообще не знаю Что это за команда С любой команды Выходить надо И все А так вообще Соперников анализировал Оставшихся Да Сейчас уже высокая стадия Четвертьфинал Так смотрел Вообще С кем Теоретически Можете потом сойтись Если все нормально Будет С КДС Ну По нашей ветке Вы имеете ввиду Или вообще Ну вообще В целом Вообще По турниру Уважная задача Выиграть Ну да Аксиома групп Там В другой ветке Очень хорошая команда Там Очень Достаточно Много Играющих людей Там И Саша Рогов И Юра Волос То есть Там Ну Хадыкин Андрей То есть Ребят так знаю Вот И Я думаю Что наверное Скажешь Они дойдут до финала Вот Я так думаю А там Как бы Все что угодно Конечно может быть Понятно Ну Мы Тоже пожелаем В свою очередь Вам Как минимум Дойти до финала Да А желательно И выиграть Вот у тебя Может быть Какие-то будут Пожелания Там Или какие-то Приветы Может быть Что-то хочешь Сказать Зрителям Нас много Смотрят Какие-то слова Может быть Что-то есть Или Всех хочу Поздравить С наступающим Новым годом Вот Пожелать всем здоровья И главное Бестрам И любить То дело Чем Занимаешься Спасибо большое Что пришел Сегодня Это был Полузащитник Портера СВ И тренер Команды Портер Западной Премьерлиги Иван Коротков Ван Еще раз Тебе спасибо Приходи Еще обязательно позовем Спасибо большое Спасибо Что ж Мы рады приветствовать В нашей студии Легендарного человека Наверное Про его опыт По-другому и не скажешь Опыт выступления В ЛФЛ Ну и конечно же В различных дивизионах Алексей Сафронов Ныне Основной голкипер И Человек который Вселяет уверенность Во всю команду Основной голкипер Конечно же Футбольного клуба Флагман Леша Мы тебя приветствуем Приветствуем Алексей Прежде чем Перейти непосредственно К флагману Наверное Стоит Окунуться В твою Футбольную Историю В твою Действительную Историю Это Такой Получается Большой Отрывок В каком году Ты пришел Уже В ЛФЛ В качестве Футболиста Если Помните Меня не подводят Мне там 2000 Годом Летом В июне Минец Приблизительно Вот Позвонили С Матвеевки Сказали Что У ФК Барса Проблемы с ротарем Из таксофона С Матвеевки Позвонили Да Отпустили жетон Сказали Что У Барса Проблемы с ротарем Наигрывали Сказали Приедь Помоги Вот Ну и приехала И с этого началась А кто звонил Кто это был Ну это звонил Друг моего Брата Который в то время Выступал За Барса Он со мной Приехал Домой Там как раз Оставалось Минут 10 До начала игры Благо Недалеко от Матвеевки Живу Ну вот Привезли Поставили на ворота Вот Ну отыграл на ноль Первый играл Что-то крупно 9-0 что ли Выбрали у кого-то И что И сразу пошел Поехал Да Все Сразу Смирнов Говорит Давай приезжай На следующую игру Правда Помню Я тогда еще приехал Я не думал Что в таком поле Ужасном играет В ЛФЛ Там Щебленка была Я приехал Шорты Как посмотрели На чудака Так Вот Ну тогда Артем был Смирнов Брат который Дима Смирнова У них Игра перед Барсом Была И он Свои Должил мне Штаны Вратарские Которые Одел Встал в ворот Все Глуполучно Сыграл Артем тогда За другую команду Да А Дмитрий Смирнов Играл тогда Нет Они уже Не играли Ни он Ни его брат Они же Насколько помню Начинали в Барсе Играть В 1995 году Да Но к тому времени Наверное Закончили В 2000-м Да Только Артем играл Первый что ли Лиги Забыл уже Как команду Вратарем Чем то время Запомнилось Наверное 2005-м Годом В первую очередь Ну 2005-м Да Запомнил Чемпионство Первое Пока и последнее Ну Тогда Сильно Действительно Состав был Конкуренция Большая В команде Дружная была Кто был Твоим Конкурентом По вратарской Позиции Как у Алексея Алексей Какая фамилия Забыл Была Фамилия Но у вас Действительно Была конкуренция Да Да Была Конкуренция Но я еще Тогда Она как Началась С чего Была Основной Потом Получил Перед игрой У меня же Еще за сборную Успел Пыграть Запада Вот И За За неделю До финала Четырех сборной В игре Нутреннего Чемпионата Я получил Трамп колен Вот И Мне в принципе Не удалось В финале Четырех Поучаствовать Но я там Вышел Правда В полуфинале Когда мы Сборная Запада Проигрывали На последние 15 минут Второго тайма Поиграть Вот И все Вот И после этого Я Диме Смирнову позвонил Говорю Диме Походу Дело серьезно Надо Чтобы тот Был Вратаря Находить Поскольку Когда восстановлюсь Не знаю сроки Ну Это Да Вот Нашли Алексея Вот Но С нами Конкуренция Я даже потом В поле Играл Он на воротах В поле Даже Голы Забивал За Барс Вот Я Авангарда Два Помню Забил Такие Красивые Голы Алексей Кукин По-моему Кукин Ну не дает Мест Не выделяет Но медаль Ты не одинокая В полке лежит Не 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 Одинокая Есть Другие Медали Других Мероприятия Которые Участвовали Я же Не только Футболом Живу И баскетбол Игра И волейбол У меня Разнопланов Леш Скажи Пожалуйста Вот эта Травма С коленом Я так понимаю Что она До сих пор Тебя мочит Не Она Уже Слава богу Не мочит После того Как в 2011 Я взял операцию На колено Она Перестала Мочить И Чувствую себя Хорошо Вот В 2015 Году Где ты был В какой Команде И Был ли ты Тогда Футболистом Или уже Каким-то Администратором Тренером Потому что Помимо Футбольной Карьеры У тебя Прекрасная Карьера Администратора И тренера Ну я Футболиста Не переставал В этот момент Быть Продолжал Так же Играть Просто Реже Выходил на Поле В 2015 Была Пантера Уже Команда Которая Панов Александр Создавал Вот Ну там Да И больше По большей части Я Был Сначала Администратором Потом Мне доверили Должность Тренерскую Ну в принципе С тем Набор игроков В принципе Неплохой Мы результат Показывали Выше Пример Лиги На западе Хотя и заняли Предпоследнее место Но при этом Шанс у нас был Остаться Зацепиться Ну Чего-то не хватило Слишком молодой Коллектив У нас оказался Не успели Мы его Так скажем Сплотить И Наиграть В последнем туре Там все решил Да В последнем туре И то Там получилось Зависело уже Не от нас А от игры соперников Который выиграл По-моему Забыл Тоже команду Уже Слишком много Команда Внуков Внукова Там остались 7-4 Они там свой матч Выиграли Да И Если бы они Хотя бы в ничью Сыграли Пантера Оставалась В нашей лиге Они победили А как игрок Ты был заявлен За Пантеру Выходил В этом сезоне Да Я выходил Ну Это очень Было Очень редко Однако Мы помним Чемпионат России Твой отраженный Пенальти Пенальти Точнее Который Ты отразил Ну Был Да Такое дело В 1-8 финале Чемпионата России И тогда Мы уже Проигрывали По-моему 4-1 Динамо Саратова Там Саратовский Динамо Вот И где-то минут 15 Оставалось играть Когда уже В принципе Понят Результат Я как бы Решил сам себе Выпустить Вместо Неудачно Тогда Сыгравшего На швартаря Кашвили Георгия Вот Ну И когда Удалось Отбить Пенальти Не пропустить Не отдала Даже Подумав Что Надо было Изначально Себя ставить А ты прямо На пенальти Вышел Или чуть раньше Нет Я раньше В пенальти Было Где-то Минут через 5-6 Состоялся После того Как я вышел Почувствовал Что-то Или так Просто Ну Я посмотрел Что у Георгия Игра не пошла Уже То есть У нее не получается И Ну С 4-х Конечно В двух Голах Первых двух По-моему Его непосредственно Вина была И понял Что Дальше его оставлять Это Ну Может быть Разгром А так Сам Участвует В таком мероприятии В итоге На ноль Отыграл Скажи Пожалуйста Что творится В голове Тренера Тренера Игрока Когда он Думает Выпускать Себя Или не Выпускать Ну Ничего Такого Не творится Когда Есть Понимание Что все Игра Уже сделана То есть Результат Как бы Итогово Не изменится Как бы Это все спокойно А когда Ты понимаешь Что Результат Еще не Неизвестен Не понятен Да То очень Большие сомнения То есть Как бы Боишь себя Сама выпустить Думаешь Испортить Потому что Это надо Одновременно Получается И играть И продолжать Руководить команды С поля Уже А это Два не тяжелее Даже вот Во флагмане Так Одна игра У меня была Когда Непосредственно Наш тренер Дмитрий Не пришел На игру И капитан Мне был Максим Стивкин Мне пришлось На себя Все функции Брать И замены Производить Во время Игры Дмитрий Подошел К середине Первого тайма Для подельчества Дмитрий Подошел Выигрывали Уже Но я Этот матч Уже не помню Как он развивался Какой сценарий Был Но помню Что мне пришлось Руководить И замены Делать И Расстановку Перед игрой Прямо Из ворот Ну Из ворот Да Приходилось Там у нас Игра По-моему В начале Не очень складывалась Что-то Приходилось Менять Во время Игры И все Это Когда На ворот Во время Игры Скажи Пожалуйста Вот У тебя был Тренерский Опыт В Пантере По-моему В Авенте Также у тебя Был Ну Нет В Авенте Я больше Администратор В ФААПе С тренером Я тоже Там играющий Тренер И дальше Даже В ФААПе Я больше Играл В поле Нежели Когда я Пантерой Руководил А Но ты не думал Сосредоточить Свои усилия На тренерской Деятельности Пока не думал Что-то хочет Пока еще Поиграть Пока чувство Силы есть Но ты чувствуешь К этому Как-то Расположение Ты бы этим Хотел заниматься Ну Хотел Но Намного Позже Чем Лет Может Через 10 Как На тебя Подействовало Как ты Перенес Вот этот Удар Когда Пантера Позже Уже И ФААП Закончили Своё Существование В ЛФЛ В рамках ЛФЛ Ну Мне Было Очень обидно Особенно Когда ФААП Приклатил Своё Существование Поскольку У нас На юге Мы Заявились Третья Дивизион И у нас Там Очень Все Хорошо Складывалось После 10 12 Торов У нас 12 Игр 12 побед То есть 100% Показатель И Разница С чем Сумасшедшая В районе 70 Это Кто Это Панов Забивал Ну Панов Мало Забивал Там Были Люди Ну Я Собрал Очень Хорошую Команду И Из Пантеры Ребят Потянул И Те Которые Вовеньки Со мной Ребята Играли Вот Ну Хорош Критив Мы Сделали И Игра Была Хорошая И Все Не Было Сфак Да Я Хочу Немножечко Такой Экскурс Сделать В Историю Дело В том Что Рождество 2016 Года Для Кого То Стало Печальным Так Скажем А Для Кого То Наоборот Радостным Это Потому Что Именно В Этот День Состоялся Звонок Алексея Сафронова Мне И Он Принял Предложение Перейти Во Флагман Но Перед Этим Тебе Позвонил Алексей Черенков И Сказал Что Ну Да У меня Как раз 7 Числа 7 Января 2016 Позвонил И Сказал Что Они Такое Решение Что Проект ФАП Они В ФЛ Закрывают Чтобы Я Сообщил Ребята Всем Что Команды Больше Существовать Не Будет И Чтобы Они Искали Себе Мест Вот Это Наверное Очень Тяжело Это Конец Такой Вот Которому Можно Может И Получить Еще За Это Но Забегая Вперед Ты Доволен Тем Что Ты Оказался Во Флагмане Да В целом Доволен Что Оказался Конечно Когда Первые Игры Пришел Было Страшно Потому Что Ну Как Б Команда Отсутствовала Совершенная Игра Какая Либо То Бег Либо Вот Но Сейчас Спустя Уже Почти Два Года Ну Видно Что Команда Подросла И Во всех Планах То И В принципе Даже Костяк Который Он И Остался Когда И Пришел То То Мало Сменилось Людей Кто Конечно Добавился Но При этом Появилась Игра И Стало Приятно Просто Когда Ты Приходил Там Вообще Было Мало Людей Собирались Так Тяжеловато Насколько Вариант Поскольку Я так понял Сначала Звонок Черенкова А потом Дмитрий Позвонил Может быть Переговоры Как так Случилось Что это Одномомент Произошло Звонок Дмитрий Был Еще Раньше В декабре Месяц Позвонил Сделал Такое Предложение Тогда Мне Пришлось Отказать Поскольку У нас Все Хорошо Было В ФААПе Я получал Истинное Довольствие От того Процесса Проходил И Я Сказал Тогда Нет А когда Все Случилось 7 января Я сразу Понял Про Это Предложение И Сразу Набрал Дмитрию О том Что Я В принципе Готов Если Они Еще Не Отказываются От него То есть Флагман Оказался Первым Среди Равных Может Дмитрий Имел Какой Инсайт Ну Безусловно Просто Я Посеял То Самое Зерно Которое Проросло Через Буквально Месяц Мы Получили Одного Из самых Лучших Вратарей Которые Вообще Возможно Просто Затащить В третью Лигу Леша Ну а ты Когда соглашался Ты знал Что Идешь В третью Лигу Ты знал Что Идешь В команду Которая Сейчас Переживает Может быть Не лучшие Времена Вот Какие у тебя Мысли Были По этому Поводу Особо Таких Как бы Мыслей Не было Так Что Что Не получится У меня Наоборот Просто Желание Было Играть Не было В принципе Вот Как бы Ну и Не было Такого Что я хочу Там Только Вышли Играть В первую Какой Не без разницы Было Треть Четвертая Мне Само Главное Что Прийти В команду Чтобы Действительно Была Команда Которые Рассобирались Люди Которые Хотят Играть Футбол И Собираются Тут Ради Чего Лтл В принципе В пятом Году Был Сознан Прийти Получить Удовольствие Поиграть Общаться Получить Разрядку За Рабочую Неделю Которая Негатив Может С кого-то Собирается Поэтому Я Совершенно Спокойно Ни о чем Даже Таком Не думал Что там Что-то Может Не сложиться У меня Или Как-то Там Плохо Играет Футбол Или Не умеет Играть У меня Было Само Главное Прийти И попасть В коллектив И играть С этим Коллективом Какой Так Получится То есть Игровую Карьеру Будешь До конца До последнего Играть Пока Будут Последние Силы Да Пока Здоровье Будет Позволять Буду играть Хоть У меня Уже И семья Ругается Говорит Заканчиваю Уже Пора На тренинерский Мостик Переходить Я Наоборот Сейчас Почувствовал Что Наконец Вот Эта Черда Травм Меня Перестала Преследовать В плане Колена И Я Получать Переудовольствие От игры Также Ты Основной Удовольствие От игры Также Ты Основной Голкипер И Понятное Дело Практически Каждый Матч Именно Ты Занимаешь Место В воротах Не накапливается Ли какая-то Усталость Может быть Она Да Накапливается И Трениру Нашему Я Неоднократно Это Говорю Что Нужен Братарь Команде Который Мог Меня Подменять Потому Что Даже Чувство Игра Отсюда Срывы Происходят Иногда Потому Что Не люблю Когда Играть Когда Я чувствую Что Не идет Игра И Мне нужна Замена А я Понимаю Что Мне Нет Это Конечно Угнетает Один Вратарь Два Но Почему Не приезжает Конкуренция Бояться Не знаю Хотя Каждый Раз Спешу Приезжай Пусть Поиграть Я Лучта В поле Побегаю И В поле Поиграть И Хочу А в поле На какой Позиции Можешь Сыграть Ну В принципе Куда Поставить Там Сыграй Ну Так Конечно Поскольку Скорость Сильно Не обладает В защитке Могу Поиграть Мы Вообще Рассматривали Алексея В качестве Нападающего Потому Что Техникой Обладает Тоже Иногда В штрафной Площади Аля Дмитрий Капралов Тоже Любит Чуть Показать Свою Техническую Оснащенность В официальных Матчах Выходить В поле Именно В поле Чаще всего Это я делаю В Барсе Больше Когда Кукин Алексей Получил Потом Играя За ФАП И Периодически Бывает Во флаг Играть В поле Когда Вратари Приезжают Возможности Тоже Раз приехали Поиграть А я В этот момент В поле Выхожу У нас даже По-моему Какая-то игра Была Три вратаря Одновременно На поле Казались А где нравится Больше играть Ну На воротах Конечно Больше Но и В защитке Тоже Заставляют Поиграть Две позиции Которые Мне больше Нравятся Леш Давай Наверное Все-таки Переходи К текущим Делам Что Во-первых Как ты оценишь Промежуточный Вот этот результат Флагман Вторая Позиция Но при этом С одной стороны Недалеко До первого Места Всего Два очка Отрыв Но с другой стороны Есть целая группа Преследователей Да Которая может Ждет Любой осечки Как ты вот оценишь Ну Результат Закономерный Флагман В этом году Показывается Хороший Футбол Приятно Смотреть И участвовать В этом Даже Самом Процессе Вот А то Что Столько Преследователей Наоборот Это плюс Что Тем Он и интересен Наш Чемпионат Становится Что Нет таких Ну Как бы Они есть Да Но Их Все равно Поменьше Проходных игр Если посмотреть На соседнюю Турниевную Таблицу Где там Первое Второе место Имеет значительный Отрыв А третьего Четвертого Вот И всегда Приятно Даже вот Мы Последние Туре С командой Которая Занимала Последние Места 3-2 Мне Очень Понравилась Эта игра Намного Интереснее Такие игры Чем Когда ты Выигрываешь Там 10-1 5-0 Вот Конечно Приятно Конечно Когда я На 0 Играю Но Все равно Когда Драйв Присутствует Такой Когда Вот Сколько Матчей За сезон У тебя На 0 Ну Пока 2 В этом Сезоне 2 В этом Сезоне Это Не так Мало Для ЛФЛ Это Причем Два Подряд Достаточно Сложно Отставить На 0 8 На 0 Вы Как раз В эти выходные Обыграли Команду Занимающую Предпоследнее Место Это Ван Дивижн Мы Тут За кадром Немножко Пообщались Счет 2-3 3-2 Флагман Одержал Победу Но Счет Скользкий И игра Была Такая Довольно Таки Равная Вот Твои Комментарии По этому Матчу Здесь Может быть Недооценил Соперника Или Ван Дивижн Сейчас Перереживает Второе Рождение Я думаю Что И первое И второе Здесь Что Мы Чуть Не настроились Как следовать На эту команду И Соперник Настроился Хорошо На нас А может быть И действительно Что-то у них Произошло В команде Что они Дали Такую игру Хотя По Игре Если Так Смотри Да Они Как бы Нас Прессинговали Не давали Мяч Разыгрывать Создавали Моменты Но Эти Два Гола А Больше Заслуга Не соперника А больше Наша Заслуга Что мы Сами Себе Привезли Так Скажем Вот Не Приспособились Не Все игроки К Поле Что Сейчас Уже Надо Понимать Что она Влажная Мяч Быстрее Чуть Ходит Нежели На Сухом И Эти Ошибки Как бы Позволили Команде Нам Забить Два Гола В принципе По большому счету Таких Уже Серьезных Моментов Они Наших Ворот Не Создавали Мы Скорее Все Создали Сами Себе Нежели Нам Соперник А то Что Они Как бы Нас Прикрыли Наших Лидеров Заставили Ошибиться Ну Здесь Да Тоже Если бы Не было Прессинга То Не было Боих Ошибок Да Согласен Но Опять Желание Сыграть Как Очень Хорошо Так На Тоненько Вместо Того Что Попроще Сыграть Мы Пытались Путем Игры В квадрат Выходить Из Обороны В атаке А кроме Двух Мячей Пропочных Еще Были Какие-то У них Моменты То есть Пришлось Те Сейвы Совершить Еще Был За 5 минут До конца Один момент Когда Вышел Один на один Сам Соперник Бил В дальний угол Ну Каким Чудным Образом Я Ногой Мяч Отбил И Чудом Игрок Не попал В пустые ворота Не знаю Этот момент Я уже не видел Поскольку Я был Отыгран За моей спиной Остался Но Перед этим Выручил Да Перед этим Леша Скромничает Первым Таями Два выхода Один на один Парировал Отразило Это еще при счете 0-0 Там Еще могло И не по-другому Сложиться Но В итоге Помог Команде Да Было Так После Вас Играли Кегли Кегли Дубль Команда И я знаю Что Вы За этим Матчем Следили Отслеживали Результат Есть еще Одно Такой Нюанс Такой момент Что Кегли Дубль Пропускает Следующий Тур А вот Флагманда Играет И может В случае Победы Уйти на Зимний Перерыв На первом Месте Как тебе Такие Расклады Вообще До начала Сезона Ты думал Что такое Возможно Не Я Никогда Не думаю Об этом Я Играю Каждую Игру А там Что в конце Получится Посмотрим Как говорится Ну Мы Играем Следующую Игру Как раз С тем Соперником С кем Уграл Кегли И Кегли Смотрю Держал Очень трудную Победу Поэтому Нам Будет Нелегко Да Причем Матч Развивался Для Кегли Довольно Таки Хорошо И Два Гола Быстрых Смогла Команда Провести Но Вот Затем Армада Пришла Может быть В себя Может быть И кегли Немножечко Подуспокоились Но В итоге Удалось Вести Вот этот Счет К 3-3 И лишь Последние Минуты В которые Александр Щербаков Смог Добыть Решили Вот эти Последние Минуты В которые Александр Щербаков Смог Добыть Победу Для своей Команды Знаю Что Щербаков И флагмана Тоже Так скажем Насолил Насолил Да В матче Та игра Закончил Со счетом 4-4 Помнишь Что-то Да Конечно Помню И очень Обидно Конечно Что мы Выигрывали По-моему 4-2 Вот Потом 4-3 Стал И оставалось Буквально 2 минуты И вот Кегли Они прям Как Умеют В конце Дожимать Добиваться С положительного Резутата Вот Но и флагман Любит в конце Пропускать Да Флагман Любит Это Очень делать Но это До того Что Расслабляемся Раньше Времени Не доигрываем Какие-то Моменты Либо Усталость Где-то Уже Скапливается И Как бы Иногда Замены Ценные Отсутствуют Тем игрокам Которые Устают Вот Ну Здесь Как бы Вопрос Тренера Он должен Над этим Поработать В команде Опа Вот здесь Укол В сторону Тренера Это единственного Голкипера Команды Наверное Единственного Человека Который Может себе Позволить Собственно Говоря Так Высказываться Ну И Что Ты думаешь По поводу Армады Вот мы Видим Небольшую Нарезку Вообще Есть ли Какие-то Скажем так Проходные Матчи Матчи На которые Можно и Не настраиваться В триадивизионе Нет После последней Игры Я понял Что таких Игр нет Уже Даже То же самое Спас Как Щелков Смотрю Уже Начинает Обирать Обороты Может Конечно И случайность Но Мне кажется Закономерность Для меня Единственная Радость Что это Последняя Игра Крайняя Перед Зимним Перерывом Потому что Зимой Конечно Результаты Бывают Неожиданно Всегда Не все Зависит От команды Здесь Уже И дело Случай Играет Потому что Поле Скользкое Мяч Этит Быстро Отскоки Непредсказуемы И поэтому И По прогнозу Если смотреть У нас матч Воскресенье Стоит Там Опять Обещать Снегопад Минус 5 Тяжелый Приятнее Прыгать Не это Приятнее А как Игрокам Создавать Который У нас Команда Такая Техничная В последнее Время Стала Хорошую Поляну Чтобы Все было Ровненько Поиграть Поводиться С мячом Науравнивают Конечно Зимний футбол Тоже Спартак Сколково Если взять Сказал 14 Игра 14 поражений Было Потом Ничья С лидером И две Победы И все В декабре Да Я вот Единственное Что я с вами Не соглашусь На этих Выходных Было По-моему Идеальное Поле Для декабря То есть Да Оно было Мокрое Влажное Скайсковато Но Как после дождя Мне кажется Ничего Криминального Абсолютно Не было Ну такой Испанский Декабрь Наверное Ну что-то Может быть Да Что-то Ну или Польский Как Европейский Декабрь Ну Зимой Когда Такое Не Ну Здесь Я согласен Да Но Все-таки Я про Спартак Скорка Сейчас Что Вполне вероятно Там Все это связано С какими-то Усилениями С какими-то Перестановками Может быть И не обязательно С полем Ну На армаду Настраиваться Конечно Конечно Придется Потому что Вот именно Не до настроек Предыдущего соперника Но Сказалось Мы и получили Такой результат Который получили У меня еще Вот вопрос По поводу По результатам По матчам Кегли-дубль Флагман 4-4 Цемент 4-4 4-4 Но зато Партизан 5-0 Вот Что Как Почему Как так Произошло Не знаю Как это Произошло Не могу Даже Сказать Но С кеглями Да Правильно Говорю Здесь Просто Опять С течения Обстоятельств Это Что Штрафное Как я помню Когда четвертый гол Забивали Ненужный Вот Мы всегда Вот эти Ненужные Штрафные Около Непосредственно Близнести Своих ворот Зарабатываем Вот С цементом Уже не помню Как игра Развивалась И Ну там тоже На последних Минутах 4-4 Счет стал Да 4-3 Да Ну вот Мы говорим Вот это Наши проблемы Которую Тренер Никак не может Решить А может быть У тебя же тоже Есть тренерский опыт Может быть Это что-то подскажешь Это будет интересно Не только флагману А многим командам Ну У меня таких функций Нет Ну вот Я конечно Мы оставим флагман За скобками Для других команд Что Как вот сделать Это у всех Я думаю Что у Максу В атлетике Бывают такие ситуации Конечно Без того У нас с тренером В одном Мы разводимся Это Сколько защитников Играть В команде Я всегда говорю Что мне Комфортно Играть 6-4 Мне комфортно Играть Когда у нас Самые три Защитника Я понимаю Кто и где И Сами Ребята Понимают Где они должны Играть Когда мы играем Два защитника Не все ребята Понимают Как играть Такую тактику Вот И соответственно Крайние Фланговые игроки Периодически Бывает Что они Являются В этот момент Тоже защитниками Препосредственно Что при обороне Они должны Садиться А они Всегда Нападение У нас остается И получается У нас в итоге Там Два защитника Четыре нападающих Соперника И один вратарий И пытаемся Как-то И получаем После таких Контратак Контратак Реальные Галы Вместо того Чтобы перестроиться Когда мы выигрываем И удержать счет Мы почему-то Продолжаем Берять Ту игру Которую играли Это Футбол Атакующий Футбол Зрелищный Получается Ну и понятно Нам нужен Еще и результат А в некоторых Играх Что мы с Аланей 8-3 Поражение Обидно Хотя в принципе Матч начинался Для нас неплохо Мы повели 1-0 Потом 1-1 Потом опять Вышли вперед 2-1 Аланья может быть Основным составом Приехала Нет Там были Игры основного состава Но Ничто не предвещало Такого результата Просто потом Перестали играть И это Была По-моему Как раз Первая игра Снова тактика Это два защитника Первый блинком Да И он хорош Я кажется Помню этот матч И по-моему Там ты Дал волю Своему эмоцию Да Тогда я не смог Сдержать Потому что Не могу я смотреть На это Зрелище Но это очевидно И ничего не делать Чтобы это очевидно Изменить Как бы Все равно Почему-то Тогда Дмитрий решилкнуть Свою линию И продолжать Ничего не менять Можно проиграть Красиво При хорошей игре Но когда У нас И игры Не было Во втором тайме Мы ничего Для этого не делали Но мне стало Это обидно Я не смог Участвовать дальше В этой игре Потому что я понимал Что я не мог Ничем команде Помочь Потому что На меня выходили По четыре человека Противника нет Но защитника у меня нет Ну что это такое На санкции не нарвался Дмитрий Буц и не кинутся Нет А вообще Ты иногда бываешь Горячим таким И можешь В принципе Высказать Так в лицо Расскажем Одному из своих Защитников Или же там Может быть Полузащитников Могу Но это больше Не для того Что я не Как бы Вот так И думаю На самом деле Просто как-то Чтобы человек Может его Подбодрить И таким словом Хорошим Чтобы он может По-другому Можем получиться Но вообще Настроение зависит Конечно От того Как неделя рабочая Не прошла Если она прошла Не отвратительно Значит Если игра Идет плохо То все Я тут как бомб Взрывная Остановлюсь Потому что Хочется приехать Получить положительных эмоций Получаешь отрицательное Опять И когда они Через край бьют Конечно Тяжело свои эмоции Сдерживать А при этом Насколько я вот помню Ты ни разу На арбитров Не кричал То есть Только вот Между своими футболистами Ну я считаю Что смысл Арбитров Не надо Как кричать Они тоже Такие же люди Как и мы Как и футболисты Ошибаются Так и арбитры Ошибаются То вот Они выполняют Свою работу Мы свою Поэтому Если он уж Что-то уже Решил То он Ну Редко наверное Когда-то Меняет Своё решение Это вот Если только Как сейчас Последнее время Принято Эти мониторчики Смотреть Видео-повторы Как в хоккее И всё А так Он вряд ли Поменяет Послушав игрока Какого-то Что Я такого По крайней мере Не видел Никогда Ну такое Вряд ли На самом деле Это и будет У меня как Ну это тогда Ну Арбитр надо Заканчивать После этого Судить Если такое будет Если он кого-то Послушает Из игроков Изменит Своё решение Безусловно Если резервный Подскажет Будем ждать Опять же Арбитр Это его До права Подсказывает Да Вот И он может Услышать Свою коллегу Так скажем А слушать Игроков И считает Неправильно Лёш На кого бы Ты поставил Вот сейчас Целая действительно Группа Преследования Группа Которая борется За пьедестал На кого бы Ты поставил Что они Действительно Будут В тройке Ну вот Хоть Робикон И далеко Чуть Да Там Где-то Разница От тройки Девять очков Вот Ну Мне кажется Если они дальше Так же Будут играть Хотя Вот со СКА Они 0-0 На мое удивление Сыграли Вот Но команда Мне очень понравилась Которую мы Проиграли Второе поражение От них Это кстати Когда Все шло хорошо У флагмана Белая полоса Да И вот Тут опять Вот Это наша Полоса Хорошая Против нас И сыграла То есть Все начали Уже Поверили свои силы Что им И Робикон Так же Пройдемся Как и по Партизану 5-0 Там Вот Ну Команда Казалась Очень крепкой И хорошей Мне понравилась Игра Вот Я думаю У них есть Шансы Поцепляться За тройку Если так же Будет продолжать Вот Но Насчет Цемента МММ Ну Не знаю Я Как-то Вот У меня Почему-то Именно Игры с ними Они не отложились В памяти моей Тогда Партизан Включил бы В тройку Обыграны 5-0 Партизан Поэтому я Не включаю В тройку Потому что Они были Обыграны 5-0 Тогда В тройку Не формируется Только остаются Две команды Флагманы Кегли Флагманы Рубикон Почему Рубикон Да Рубикон Несмотря на Девять очковое Отставание Мне кажется Что им по силам Рубеж Как бы Преодолеть Вот это Ну Ну При условии Что они будут Так же Продолжать Даже Нет У меня Даже Вспомнить Не могу Вот эти Игры Настолько Наверное Не запомнились Одни Ничем Что В памяти Постались Рубикон Запомнилось Партизан Запомнился Рубикон Тогда придется Десять игр Выиграть И занять А почему Все в их силах На пьедестале Да Сезон Там уже Почти Но осталось Десять игр Не грустно Что десять Почти две трети Сыграли Грустно Конечно Что делать У нас Так Мало Команд В этом году В дивизионе С другой стороны Не надо По две игры В выходные Играть Это тоже Есть плюс Да Безусловно Кубок Запада Будет Кубок Ермака Будет Можно В этих Турнирах Поучаствовать Леш Мы Традиционно Спрашиваем Какие-то Может быть Пожелания Какие-то Необязательно К нашей Передаче Может быть К Лиге Ко всей Может быть Ну и Конечно же Хотелось бы Услышать тебя В преддверии Нового года Где ты будешь Отмечать Этот праздник И какие-то Пожелания Нашим зрителям Ну Отмечать я буду Банальным Поскольку Праздник Это Новый год Семейный Для меня В кругу Семей Дома Конечно Хотелось И за городом Но Поскольку Ребенок Еще совсем Ну не совсем Конечно Маленький Шесть лет Но все равно Отопление Центральное Там нет Еще Вот И придется Это все Делать Дома Ну а что пожелать Поскольку Основная масса Зрителей Наших Ваших Это Футболисты ЛФЛ Ну что пожелать Им наступающим В 2018 году Новых побед Вот Новых достижений И самое главное Чтобы без травм Чтобы они Никого не преследовали Чтобы все были Жил и здоровы Привет флагману Дмитрию Башкину Главному тренеру Да 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 Всем Всем привет С нами был Алексей Сафронов Легендарный Голкипер Тире Тренер Тире Администратор Любительского Футбола Леш Тебе большое спасибо Что пришел Что нашел Время И спасибо тебе За твои ответы Спасибо Алексей Спасибо Ну что ж Наша Предновогодняя передача Подходит к концу Все гости уже ушли Потихонечку И вы наверное Устаете Это был Большой Насыщенный Футбольный год Мы Старались Нашим коллективом Освещать события Объективно И честно Интересно Рассказывать вам О том Что происходит Во всех дивизионах Так как Скоро Новый год Позвольте пожелать вам В 2018 Всего самого Наилучшего Крепкого вам здоровья Играйте в футбол Не получайте травм Не болейте Всегда Оставляйте надежду На то Что сбудется Ваша Самая заветная мечта Что все будет хорошо И мы будем С нашими С коллегами Стараться только Радовать вас И в 2018 году Попробуем сделать эфир Еще более интересными Еще более насыщенными С наступающим праздником Иван Коротков И Алексей Сафронов И Мы Всем дружным коллективом Поздравляем вас С Новым годом И Увидимся в следующем году С наступающим Дорогие друзья До свидания